Меч. Наставник покачал головой. Не в этом дело, просто ты уничтожил его, прежде чем он сформировался. Луинь озадаченно посмотрел на старика. Напав на своего соперника, ты сперва дождался момента, когда он почти до конца сформирует четвертый меч, а затем намеренно уничтожил его железный клинок, созданный звездной энергией. В результате он потерял контроль над ситуацией и ты смог нанести финальный удар. Я прав, юноша улыбнулся. От вас ничего не утаишь. Мальчик, ты очень умный и до сих пор не показал ни один из своих основных боевых навыков. Сердце нашего героя вздрогнуло, видимо все его старания скрыть технику звезды ничем не увенчались. Прошу наставника дать мне совет. Старик Тан серьезно ответил. Я не знаю, откуда ты получил эту технику, дай нам все равно, но я хочу тебя предостеречь. Она считается наследием ужасающей секты, превосходящей по мощи секту меча. Глава 224. Луинь был потрясен. Он понимал, что техника звезды была особенной, но и представить себе не мог, что она принадлежала секте, которая превосходила секту меча. Ты верно поступил, что не стал использовать эту технику. Хотя обычные люди не смогли бы ее разглядеть, но поскольку соревнование транслируется по всему звездному региону, то кто-то смог бы ее обнаружить, проговорил старик. Юноша уже обдумывал это, но его все еще беспокоил один вопрос. Наставник, если та секта узнает, что я владею их техникой, какова будет реакция ее людей? На лице старейшины Тан появилась легкая улыбка. Хочешь знать, защитит ли тебя десятая ветвь? Наш герой смущенно посмотрел в сторону. Могу сказать тебе наверняка, что не только наша ветвь, но и вся Академия защитит тебя. Луинь сразу вздохнул с облегчением. Но не факт, что наших сил хватит, добавил старик. Юноша тут же остолбенел, глядя на наставника. Он не знал, что ему сказать. Этой техникой владеет секта небесной звезды, она одна из сильнейших во всем человеческом звездном регионе. Ты прекрасно знаешь, какова сила техники, а теперь представь сильного культиватора, владеющего ей. Кто сможет такого остановить? Наш герой был беспомощен. Понял, лучше мне не выставлять ее на показ. Наставник посмотрел на его огорченное лицо и внезапно поднял палец. Главное, не используй ее в следующем раунде. Почему? Луинь был сбит с толку. Старик закрыл глаза и погрузился в медитацию. Юноша был в замешательстве. Неужели в следующем раунде будет что-то особенное? Озадаченный этим, он вернулся к Черной горе и стал ждать начало седьмого раунда. В то же время в третьей ветви Королева Ночи Янь Цин поклонилась мужчине, что связался с ней. Найди способ справиться с Луиньим. Такой человек, как он, не должен существовать. Я уже договорился со стариками из Академии Звездного Неба. В следующем раунде вы встретитесь на арене, сказал мужчина. Девушка твердо ответила. Поняла. Ты уверена в своих силах? Я Королева Ночи, я не могу проиграть. Мужчина одобрительно кивнул. Третий меч наносит духовный удар, как и большинство наших техник, но тело Королев и Королев Ночи имеет подавляющую физическую силу. Я надеюсь, что ты сможешь избить его так, чтобы он больше никогда не высовывался. Есть. Вскоре начался седьмой раунд. Равнина вновь была восстановлена, включая вершину лидеров ветвей, словно до этого тут ничего и не происходило. Какой смысл в этой вершине? Она как бельмо на глазу, сказал недовольный студент. Это цель многих учащихся, ведь подняться на нее сможет только победитель. Академия специально использует позицию лидера ветви, как стимул для всех нас. Проще говоря, они всех нас надули, внезапно сказал Допа. На вершине одна за другой появились фигуры. Среди восьмерки прошедших, кроме Гелланы, остальные были главами ветвей. Старейшины Академии Звездного Неба были очень довольны таким результатом и теперь совсем не переживали о том, чем все закончится. Участниками первого боя стали лидер первой ветви, которую Фэншан ранее назвал Собирательницей Звезд, и сам мужчина. На его лице появилась горькая улыбка, когда он увидел, что она будет его противником. У него был богатый боевой опыт и он никого не боялся. Вот только как сражаться против этой женщины? Загадка. Ведь никто до сих пор не понял ее силы. Собирательница Звезд посмотрела на него с улыбкой. Вроде бы мы с тобой никогда не сражались, это впервые. Фэншан проворчал. Если бы я знал, что все так обернется, то заранее сразился бы с тобой несколько раз. В бою против меня боевой опыт бесполезен, потому что мои атаки основываются на предсказании будущего. Мужчина закатил на нее глаза, считая, что в такое поверит только непробиваемый дурак. Вскоре на арене началась битва. Наш герой и остальные смотрели на женщину, желая узнать ее истинную силу. Через некоторое время народ удивился, что все атаки Фэншана оказались бесполезны. Даже когда он покрыл арену своим полем, Собирательница Звезд была к этому невосприимчива. Каждая его атака вроде бы настигала ее, но в следующий момент оказывалось, что женщина находилась уже в другом месте, будто она действительно предвидела каждый его ход, заглядывая в будущее. Мужчина побледнел, соперница была перед его глазами, но он не мог даже прикоснуться к ней, что вызывало в нем гнев и беспомощность. «Ты так и будешь бегать от меня», — взревел Фэншан. «Действительно, пора с этим заканчивать», — сказала красавица и порхнула в сторону оппонента. Мужчина тут же воскликнул. «Смертельный вихрь». Этим ударом он победил Ша, поэтому надеялся, что хоть эта атака заденет Собирательницу Звезд. Когда Фэншан ударил навыком, пространство перед ним разрезали сотни огромных лезвий ветра, накрывая своей мощью женщину. Однако результат оказался неутешительным. Собирательница Звезд осталась невредимой, легко избежав его атаки и при этом представ прямо перед ним. Наблюдающие за боем потеряли дар речи, увидев, как тело мужчины стало медленно растворяться. Никто снова так и не понял, чем атаковала женщина. Луинь нахмурился, он заметил, что Собирательница не была быстрой, но она спокойно избегала яростных атак Фэншана. Кроме того, когда и чем она успела атаковать мужчину, что тот мгновенно погиб, как это случилось? Ханчун и Яньцы назадаченно смотрели на главу первой ветви, про себя еще раз подметив, что она была слишком загадочной. Среди всех студентов лишь Люша Ацу догадывался, на чем была основана атака женщины. Она была чем-то похожа на третий меч. Ранее, до того как он отправился на соревнования, его предупреждали, что только она могла представлять для него опасность. Но к его сожалению, он столкнулся с нашим героем. Подумав, парень взглянул на вершину. Луинь нахмурился, почувствовав взгляд мечника. Он посмотрел на него, как вдруг что-то вспомнил и вновь уставился на Собирательницу звезд. К нему пришло озарение, что ее атака была похожа на третий меч. Лидер первой ветви вернулась на свое место, ведя себя очень таинственно. Наш герой успокоил свои мысли, но был уверен, что, скорее всего, она использовала духовную атаку, поскольку только так можно было объяснить причину, почему никто ничего не увидел. Жаль, что, кроме Кулака Белой Ночи, он не владел ни одним навыком, влияющим на душу человека. Вскоре стала известна следующая пара противников. Ханчун и Люся Юнь. Глава второй ветви тоже был относительно загадочным мастером, особенно когда победил Сае, его стиль боя для многих был непостижим. Толпа посмотрела на девушку, задаваясь вопросом, сможет ли она что-то сделать парню. Всем и так ясно, что ты мне не противник, может просто сдашься, спросил Ханчун. С чего бы? Я опробую твою силу, как минимум буду знать, к чему стремиться. Как знаешь, все называют меня на родине святым художником, поэтому я нарисую картину «Гор и рек», чтобы показать тебе ее красоту, сказал парень и сформировал звездные энергии кисть, после чего начал зарисовывать картину. Люся Юнь крепко сжала рукоять меча и из-под ее ног вырвались сильные волны воздуха, распространившиеся на всю арену. Именно так выглядело ее поле, око меча, увеличивающие дальность атаки клинком на большое расстояние. Картина Ханчуна становилась все больше и больше, тоже покрывая арену. Оба уперлись силами друг в друга, разрывая окружающее пространство. Но это никак не повлияло на картину парня. В одно мгновение первоначально восстановленная равнина снова разлетелась в дребезги. На вершине Луинь следил за девушкой. Дальность ее атаки была очень большой, но вот силы было недостаточно, поэтому она не могла пробить картину Ханчуна. Неудивительно, что она так рьяно пыталась превзойти Люша-отцу, хотя была его сестрой. Вероятно, их очень часто друг с другом сравнивали. Мечник выглядел хмурым, он явно был недоволен результатом его старшей сестры. В какой-то момент Люся Юнь внезапно ударила соперника совершенно другой атакой. Многие сразу вспомнили ее, именно ей она победила Тубо. Этот удар имитировал первый из 13 мячей. Парень поспешно сместил картину. Пейзаж Гор и Рек был тут же разрушен на части, но не рассеялся, а вот атака девушки испарилась. Хороший удар, но против меня этого недостаточно. Люся Юнь убрала длинный меч, я проиграла. Сказав это, она покинула иное царство. Девушка сделала все возможное, но Ханчун почти не старался. Разрыв между ними был очевиден. После первых двух боев из соревнования выбыли еще двое глав ветвей, а в третьем столкнулись с Геланом Абиус и Дабо. Люди сразу же посмотрели на пик лидеров, где остались только два человека. Луин Яньцин. Королева ночи совсем не удивилась этому, так как ее уже предупредили, что она сразится с ним. Девушка, напротив, ожидала скорейшего начала поединка и своей победы. Наш герой бросил на нее взгляд, посчитав это каким-то странным совпадением. Прошло всего ничего после боя с Люша Ацу, а он уже столкнулся с кланом Байе. Глава 225. На арене воинственная Гелана сильно выделялась своей зеленой одеждой и таким же цветом волос. Дабо с виду был не особо рад своему оппоненту. Мужчина являлся гениальным черотворцем и его понимание звездной энергии было намного выше всех других участников. Он был уверен, что сможет справиться даже с Ханчуном, но что ему делать против члена семьи Мобиус? За пределами арены многие черотворцы тоже завздыхали, сетуя на невезучесть Дабо. Он даже Милу победил, которая была известна своей силой, но семья Мобиус их можно считать самыми опасными противниками для черотворцев. «Начнем!» — крикнула Гелана, помчавшись в атаку. Мужчина окончательно огорчился, а ведь как приятно было сражаться против Сяло, такого воспитанного и цивилизованного соперника. Что касается этой женщины, то она больше походила на варвара, которого спустили с цепи. Дабо пришлось поспешно уклоняться от взрывного удара, что оставил после себя огромный кратер, но ударная волна все же задела его. Мужчина сделал глубокий вздох и из-под его ног на всю арену начал распространяться серебристый свет. Он планировал подавить Гелану своим полем. Однако в следующий момент властная фиолетовая дымка окутала женщину, сотрясая поле черотворца. Это был боевой дух четвертого ранга. Дабо посмотрел сопернице в глаза, полной решимости сражаться. Это вызвало в нем чувство беспомощности, поэтому он поднял руку и признал поражение. Гелана собиралась наброситься на него, но тот неожиданно сдался, чем вызвал у нее гнев. Ты мужчина или кто? Почему так быстро сдался? Дабо отмахнулся от нее. Ты из семьи Мобиус, к тому же владеешь боевым духом четырех меток. Моим атакам никогда не пробить твою защиту, но и ты не сможешь задеть меня своими кулаками. Этот бой был бы бесконечным. Это не объясняет причину того, что ты так быстро признал поражение. Красавица понимала это, но все еще была недовольна. Мужчина тяжело вздохнул. Уважающие себя мужчины не дерутся с женщинами. Ты смотришь на женщин свысока. Да я придушу тебя. Гелана снова бросилась к Дабо с кулаками. Луинь посмотрел на эту до боли знакомую картину. В прошлом Лу Луиз била Хьюза из-за похожих слов. Мужчина взглянул на женщину и просто вышел из иного царства. В следующий момент удар Геланы обрушился на пустоту. Разъяренная красавица топнула ножкой по земле, от чего по всей арене распространились широкие трещины. Хотя она по характеру была более нежной и сдержанной, чем Лулу, но из-за родословной Мобиус даже в ней иногда пробуждалась изрядная воинственность. Подумав о чем-то, взгляд Геланы устремился к пику, прямо на нашего героя. Юноша рассмеялся, увидев ее пламенные глаза, и посмотрел на Яньцин. Наша очередь. Королева ночи встала и холодно уставилась на него. Лучше не сдавайся так же, как он, иначе клан Байе покажет тебе, что означает слово отчаяние. Улыбка Луиня стала менее яркой, а его голос более сердитым. О, так вы, похоже, уже давно точите на меня зуб. Моему клану такое незачем делать, нам очень трудно встретить достойного противника. Просто я не хочу слишком быстро заканчивать поединок. После этих слов девушка появилась на арене, где Геланы уже не было. Лицо Юноши помрачнело, он уже давно начал сталкиваться с семьей Байе, сначала Цэн Юй, потом Хуэй Байе, затем Джо Байе и теперь эта высокомерная особа. Его судьба будто была неотъемлемо переплетена с этим кланом. Брат Лу, не обращай внимания, у женщин бывают дни, когда они чувствуют себя некомфортно, из-за чего обычно крайне раздражительны, сказал Фэн Шан, который нагло вернулся на вершину, хотя никто другой из глав ветвей этого не сделал. Собирательница звезд тут же посмотрела на него. Что ты только что сказал? Мужчина смущенно почесал затылок. А, я ничего не говорил, ха-ха. Женщина взглянула на нашего героя, но ничего не сказала. Луинь появился на арене, лицом к Королеве Ночи. Если Люша отцу со своей сектой меча не был общеизвестен, то клан Байе, совсем другое дело. Отличительные черно-белые длинные волосы являлись характерной чертой одного из сильнейших кланов во вселенной. В Империи Дэу многие знали, что наш герой сражался с Циньюем и чуть было не убил его. Теперь же ему снова придется сразиться с культиватором из этой семьи. Вот только Янь Цин была куда сильнее мужчины, и все это прекрасно понимали. Двое стояли друг напротив друга и не двигались. Юноша смотрел девушке в глаза. Он помнил тот момент, когда Харон мгновенно окаменел. Это явно был дар небес, но, возможно, на нем он не сработает. На лице Королевы Ночи появилась очаровательная демоническая улыбка, а в ее высокомерных фиолетовых глазах замерцало убийственное намерение. Внезапно Луинь почувствовал опасность и тут же окутал себя боевым духом. В следующий момент что-то обрушилось на него, и хотя не пробило боевой дух, но он стал менее ярким. Зрители были шокированы. Дар небес Янь Цин был пугающе мощным, раз смог ослабить боевой дух четвертого ранга. Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. Пренебрежительно сказала девушка. Она прекрасно знала, что юноша был очень быстрым, настолько, что смог увернуться от первого меча, но и что с того. Ее фиолетовые глаза были даром небес, против них никакая скорость не поможет. Наш герой нахмурился и резко сорвался с места, устремившись прямо к сопернице. Однако глаза Янь Цин не отрывались от него ни на секунду, непрерывно ослабляя его боевой дух четвертого ранга. Она понимала, что как только он рассеется, то юноше нечем будет защитить себя. Это была очень странная битва, но тяжелее всего приходилось Луиню, так как время играло против него. Нашему герою ничего не оставалось, кроме как попытаться прикончить девушку настолько быстро, насколько это было возможно. Подняв свою руку, он обрушил на нее усиленную в 15 раз дрожащую ладонь. Этой силы должно было хватить, поскольку даже второй меч был остановлен этим приемом. Фиолетовые зрачки Янь Цин замерцали, увидев приближающийся удар. В следующий момент она высвободила свой боевой дух и прокричала. Кулак белой ночи. Луинь вытаращил на нее глаза, увидев четыре метки на ее правом плече. Бум! От мощной концентрации энергии двух сторон земля резко просела, а ударная волна разорвала воздушный барьер. Благо наставники установили еще один, предвидя подобное происшествие. На арене резко потемнело, кулак белой ночи изменял пространство, поэтому, кроме него, юноша больше ничего не видел. Уставившись на кулак, нашему герою тот показался до боли знакомым. Впервые он увидел его, когда соприкоснулся с камнем наследия клана Байе, тогда Луинь застал похожий удар, но то, что использовала девушка явно было куда сильнее. После кромешной тьмы появилась белая вспышка, похожая на ясный день, что мог развеять людские души. Так как Янь Цин вложила в этот удар боевой дух, он оказался достаточно близок по мощи с третьим мечом Люша Ацу. Бах раздались 10 непрерывных взрывов в момент столкновения дрожащей ладони и кулака белой ночи. Всю арену поглотили дым и пыль, а также пространственные трещины. Изначально юноша думал, что девушка будет использовать боевые навыки клана Байе и свой дар, чтобы справиться с ним, но она внезапно перешла в рукопашную, и к его удивлению, была довольно сильной. Бум! После еще одного приглушенного взрыва наш герой схватил кулак Янь Цин и сковал его. Девушка продолжала прожигать его боевой дух своим даром и яростно сказала, «Ты в самом деле не восприимчив к навыкам моего клана. Ответь это из-за твоего дара небес». Луинь молча направил колено ей в живот, но белоснежные длинные ноги Янь Цин заблокировали удар, после чего она ехидно прошептала, «Когда твой боевой дух развеется, ты умрешь, ага, мечтай», — ответил юноша, отпустил ее кулак и с грозным ревом ударил правой ладонью. Семнадцать потоков дрожащей ладони. В глазах девушки отразился ужас. Невозможно! С громким гулом правая рука нашего героя разрушила пространство и отбросила тело королевы ночи в сторону. Семнадцать мощных потоков почти что разорвали боевой дух Янь Цин и потрясли ее внутренние органы. Девушку вырвало кровью и ее лицо побледнело, но она сумела остановить свое тело в воздухе. Луинь медленно поднялся в небо, тяжело дыша. С его правой руки капала кровь, поскольку семнадцать потоков были пределом того, что могло выдержать его тело. Наблюдающие за битвой люди молчали. До сих пор не было понятно, кто же одержит верх в этом сражении. Где-то во внутренней вселенной, в темной комнате, молодой мужчина с бокалом вина наблюдал за битвой. Его черно-белые волосы сильно выделялись на фоне простенькой одежды. Позади него стоял Люша Агги, который также смотрел на поединок нашего героя. Его глаза мерцали, скрывая глубинные мысли. Над ареной Янь Цин вытерла кровь со рта, ее изначально очаровательные фиолетовые глаза стали очень холодными. Твоя физическая сила превзошла мои ожидания, ты способен усилить атаку до такой степени, что просто невозможно для мастера сферы слияния. Ты тоже хороша, раз смогла пережить этот удар. Глава 226. Девушка вновь бросила на юношу высокомерный взгляд. Ты действительно думал, что у тебя есть шанс победить меня? Ну раз в тебе таится такая сладкая надежда, то я растопчу ее обликом короля ночи, особым боевым навыком, который доступен только подобным мне. Тело Янь Цин мгновенно охватил серый поток ветра. Зрители наблюдали за происходящим в недоумении, что это за боевой навык. Чилянь Байе, находившийся среди студентов, уставился на девушку. Он слышал об этом навыке, который временно повышал боевой дух на один уровень, но оказывал сильное давление на тело. Именно поэтому его могли изучать только короли ночи. Многим могущественным силам, что хорошо знали клан Байе, было известно об облике короля ночи, а также о том, что тренировать навык было настолько сложно, что не всем удавалось его освоить. Потому все были удивлены, что Янь Цин в этом преуспела. В секте меча старик в белом халате воскликнул. Облик короля ночи сравним по силе с третьим из 13 мечей, однако меч наносит духовный урон, а облик – физический. Сможет ли этот парень выдержать всю мощь этого навыка? В этот момент собирательница звезд, Хан Чун и Гелана помрачнили. Они почувствовали мощь девушки, что хорошо скрывало свою истинную силу. Луинь нахмурился, ощущая исходящую от соперницы опасность. Ее сила была подобна несокрушимой скале, с которой ему придется столкнуться. «Только попробуй признать поражение, тогда я лично отправлюсь в десятую ветвь и раздавлю тебя», – холодно сказала Янь Цин и сразу же исчезла. В следующий момент юноша почувствовал сильную боль в спине и его тут же вдавило в землю. Атака девушки оказалась яростной и молниеносной, развеивая остатки ослабленного боевого духа нашего героя. Бессмертный Юй Шан, наблюдающий за поединком, тяжело вздохнул, предполагая, что это конец. На земле Джоушани другие занервничали, не зная, в каком состоянии сейчас пребывал Луинь. В святом маяке в Индии уставилась на высокомерную Янь Цин, сжав рукоять своего меча. Почему-то у нее возникло желание отрубить ей голову. В ангаре десятой ветви госпожа Налан поставила опустошенный бокал вина на стол и спросила, возможно ли с помощью облика Короля Ночи выжить в открытом космосе, имея сферу слияния. Позади нее появилась тень, что тихим голосом ответила. Облик Короля Ночи лишь временно усиливает боевой дух на один ранг. Этого недостаточно, чтобы находиться в космосе. Неужели никогда не было исключений? Спросила женщина. Ходят слухи, что один из десяти судей, имея сферу грани, свободно передвигался по вселенной так же, как любой мастер познания, но никто так и не узнал, правда это или ложь, ответила фигура. Если даже Янь Цин с нынешней силой не способна выжить в открытом космосе, то что насчет Луиня? Госпожа Налан помнила, что в последний раз спасла парня, который в отключке летел посреди космической пустоты и при этом был жив. На арене девушка с гордым видом топнула ногой по земле. Вылезай. Ее сила, направленная вниз, вызвала мощную тряску, от чего поверхность площадки потрескалась. Все нервно наблюдали за боем, понимая, что вот-вот должен определиться победитель. Находясь в глубокой яме, юноша вздохнул, чувствуя безысходность. Он не хотел этого показывать, желая припасти для финала, но раз уж дело дошло до такого, то другого выбора не оставалось. Решившись, наш герой закрыл глаза и его боевой дух снова появился, распространяясь по трещинам в земле прямо до поверхности. Янь Цин презрительно посмотрела на фиолетовую дымку у своих ног, считая потуги Луиня глупой попыткой отсрочить неизбежное. Зрители нахмурились, подумав в том же ключе. Разве парень не видел, что боевой дух девушки стал на ранг выше? Что он сможет сделать, уступая на целый уровень? Мгновением после фиолетовую дымку сменил яркий золотой свет, привлекший внимание каждого. Никто не мог поверить, но это говорило о том, что на арене появился обладатель боевого духа пятого ранга. Янь Цин уставилась на землю. Она не понимала, каким образом юноша овладел боевым духом пяти меток. Подобный уровень имели разве что десять судей, когда выпускались из Академии Звездного Неба. Потрясенная девушка бессознательно сделала пару шагов назад, не отрывая глаз от яркого золотого сияния. Высоко в небе появились более дюжины наставников, в том числе Шахай. Все они были потрясены увиденным. Талант этого мальчишки не уступает десяти судьям. Да, его можно считать одним из кандидатов. Наш герой вырвался из-под земли совершенно спокойный. Пережив два смертельных момента, его боевой дух сперва достиг трех меток, а затем стремительно добрался до пяти. Ему самому было трудно в это поверить, но это лишь показывало, насколько удивительной была техника сансары. Луинь мысленно поблагодарил старика с пустырника, ведь если бы не он, то кто знает, сколько бы времени у него ушло на достижение такого уровня. Сжав правый кулак, покрытый золотой дымкой, юноша почувствовал, что полученной смертельно опасной ценой силы ему хватит, чтобы взять первое место на соревновании. Стоявшая неподалеку Яньцына шарашенно уставилась на нашего героя и с побледневшим лицом воскликнула. Невозможно, как ты его освоил. На это способны лишь десять судей. Луинь посмотрел ей в глаза, на этот раз не чувствуя никакого давления от ее дара небес. Правда что ли? Ну тогда давай на тебе проверим, так это или нет. Договорив, он резко появился перед соперницей и щелкнул ее пальцем по лбу. Растерянная девушка совсем не защищалась, поэтому даже от такого удара мгновенно отлетела в сторону и на какое-то время в ее глазах потемнело. Юноша улыбнулся и снова исчез. Он нагнал летящее тело Яньцыны и ударил ее ладонью, в результате чего девушку впечатала в землю и на арене поднялись клубы пыли. Эй, очнись, у тебя же есть облик короля ночи, твой боевой дух сравним с моим. Если не придешь в себя, то мне придется как-то по-другому себя развлекать, громко сказал наш герой, хлопнув Яньцын по оголенному животу, который не прикрывала разорванная одежда. Девушка, прижатая к земле, внезапно открыла сияющие гневом глаза. Уставившись на Луиня, она громко прокричала. Верно, еще не ясно, кто кого. Кулак белой ночи. Юноша тотчас отскочил и встретил кулак Яньцын своей ладонью. Он намеренно спровоцировал ее, так как ему нужен был противник, с помощью которого он освоит силу своего боевого духа. Бум. Бах. Две фигуры сталкивались друг с другом на такой быстрой скорости, что мало кому удавалось разглядеть их размытые остаточные изображения. Бум. Огромная трещина расползлась по пространству в небе, разрывая второй воздушный барьер. К счастью, появился более сильный наставник и спешно заблокировал остаточную энергию сражения, иначе неизвестно, сколько студентов были бы выброшены из иного царства. Глава 227. Последствия столкновения бойцов отразились на земле, проделав в ней очень глубокую дыру. К удивлению каждого, оттуда внезапно выскочила черная тень и напала на соревнующихся. Никто и подумать не мог, что произойдет нечто подобное. Это был призрачный воин, который прятался в недрах земли. Черный призрак сформировал из звездной энергии длинный шест и ударил им по пространству, высвобождая мощное темное поле. Находящиеся высоко в небе наставники удивились. Это же поле прошлого лидера второй ветви. Раздался свист от промелькнувших мимо призрачного воина Луиня и Яньцин. Призрак резко замер и спустя мгновение рассеялся, как и его поле. Многие вздрогнули, увидев произошедшее. Призрачный воин прошлого главы второй ветви не продержался и секунды. Разница в силе между ним и сражающимися была колоссальной. Бум! Раздался еще один приглушенный взрыв. Наш герой заблокировал удар девушки левой рукой, а правой вцепился в ее свободную руку. Яньцин тяжело дышала, а по ее губам стекала свежая кровь, но она не обращала на это внимания, яростно сверляю нашу взглядом. Луинь усмехнулся. Это все, на что способна семья Байя. Девушка в гневе замахнулась на него ногой, но он даже не собирался уворачиваться, а схватил ее и повалил на землю, из-за чего их лица оказались друг напротив друга. Должно быть, только король ночи Дженю чего-то достоит. Глаза Яньцин тут же расширились. Ты знаешь о судье из нашего клана. Юноша был поражен. Он один из десяти судей. Девушка заметила его удивление и усмехнулась. Значит, не знаешь, Дженю неоспоримый гений моего клана и мой брат. Наш герой подумал об этом, но не шибко сильно удивился, посчитав логичным, что у такого клана был человек среди десяти судей. Ты посмеешь победить меня? Я принцесса клана Байе, младшая сестра Дженю. Воскликнула Яньцин. Луинь посмотрел на нее с презрением. Я думал, ты сильная, но, похоже, мне показалось, для тебя соревнование окончено. Договорив, юноша ударом ладони размазжил тело девушки о землю. Большинство молчали, глядя на нашего героя, который медленно взмыл в небо, одержав победу в поединке. Люди десятой ветви ликовали. Уда был так взволнован, что не переставая прыгал, потому что никак не мог успокоиться от мысли, насколько же хорошо будет продаваться его новая газета. Высоко в небе более дюжины шокированных наставников переглянулись. Нынешнее соревнование превзошло их ожидания. К счастью, они верно приняли решение на этом остановиться, так как выставлять на всеобщее обозрение четверку финалистов было небезопасно. Зрители со всей вселенной смотрели на Луиня с восхищением. Имея сферу слияния, происхождение человека внешней вселенной и статус студента десятой ветви, он достиг того, чего не смогли потомки великих сил внутренней вселенной. Земляне радовались. Никто из них не понимал, какую именно силу проявил наш герой, но для них это было и не важно. Главное, что их земляк победил. У Венди от шока отпала челюсть. Она начала считать, что как только юноша достигнет сферы грани или познания, то сможет легко бросить вызов мастерам рейтинга звездного неба. Во внутренней вселенной, в темной комнате, раздался звук разбитого бокала. Мусор. Позади разгневанного человека стоял мудрец света, который продолжал неотрывно смотреть на Луиня, о чем-то размышляя. Тем временем над ареной появилась группа наставников. Слушайте все. Всеми наставниками и советом десяти приговоров было принято решение временно остановить соревнования. Наша академия собирается внести свой вклад в защиту границ, поэтому вскоре отобранные нами студенты, которых возглавит четыре финалиста, отправятся в путь. Что касается завершения соревнования, как только придет подходящее время, вы все узнаете. Студенты были удивлены. Соревнование десяти ветвей остановили. Зрители перед большими экранами были рассержены таким решением, поскольку все они хотели увидеть финал такого зрелищного соревнования. Наш герой слегка вздохнул, понимая, что это действительно конец. Видимо, наставник Тан ранее намекнул ему именно об этом. Однако что насчет наград, помнится, госпожа Налан от своей семьи передала безопасные изначальные сокровища, подходящие под ранг подчинения. Помимо этого, скорее всего, есть еще какие-то награды, ведь так, собирательница звезд, Ханчун и Геллана подлетели к юноше. У нас появилось чуть больше времени подготовиться к финалу, воспользуйтесь этим, сказала глава первой ветви своим мягким голосом. Луинь отмахнулся от ее предложения. Я слишком устал от этого соревнования, мне бы расслабиться и отдохнуть где-нибудь. Геллана усмехнулась. Младший брат, у тебя совсем нет для этого времени, раз нас отправляют на границу звездного региона, где каждый день умирают культиваторы домена небесного скитальца. Юноша с удивлением посмотрел на нее. Они же не пошлют нас сразу на передовую. Кто знает, с нашей силой мы вполне можем попасть туда, поскольку совсем не уступаем культиваторам сферы познания, высказался Ханчун. Собирательница звезд посмотрела на нашего героя и внезапно сказала. Яньцин очень злая девушка, будь осторожен. Договорив, женщина махнула рукой и исчезла из иного царства. Лидер второй ветви кивнул и перед уходом добавил. Верно, она определенно захочет отомстить. Геллана серьезно присмотрелась к Луиню. Юноша смутился. Что такое? У меня к тебе вопрос. Слушаю, какие у вас отношения с Лулу? Эм, мы сокурсники и друзья. Женщина разочарованно пробубнила. Ну блин, а я думала вы встречаетесь. Было бы интересно понаблюдать за вашей любовной драмой. Наш герой потерял дар речи. Что? Члены семьи Мобиус очень редко, когда создают союз с кем-то за пределами клана. Понятен намек? Луинь закатил глаза и ушел. Когда он вернулся к Черной горе, село и остальных уже не было. Лишь Хуэй Байе озадаченно смотрел на него. Юноша безразличным тоном обратился к парню. Чего тебе? Хуэй Байе покачал головой и молча ушел. В этот момент наш герой что-то вспомнил и спешно направился к Ангару. Но, к сожалению, корабля семьи на Лан там уже не было. Вдруг из его терминала раздался звук. Луинь увидел сообщение от старика цая, что просил его прийти в павильон сокровищ. Встретившись с наставником, юноша почтительно поклонился. Старик цай странно посмотрел на него. Мальчишка, ты нас всех удивил. Мне удалось многому научиться в последнем путешествии. Наставник кивнул, но не стал расспрашивать. К границе вы отправляетесь завтра, так что сегодня хорошо отдохни. Наш герой удивился. Так быстро. Старик цай закатил глаза. Это военный призыв, тут все серьезно. Но ты не переживай, можешь рассматривать это как мое задание. А куда именно мы направимся? Спросил Луинь. К звезде красивой хвои, что у границы края ветряного знака. Ответил наставник, после чего что-то вспомнил и бросил юноше пространственное кольцо. Это награда за выход в финал. Немного, но уже неплохо. Наш герой обрадовался, а ведь он только хотел было спросить об этом. Там 500 тысяч кубометров звездных кристаллов и безопасное изначальное сокровище. С небольшой завистью сказал старик. Услышав о сокровище, Луинь проигнорировал внушительную для него сумму кристаллов. Старейшина цай, а кто предоставил это сокровище? Юноша имел смутное предположение, но хотел уточнить. Старик скорчил странную улыбку. Семья Налан. Кстати, мелкий ловелас, ты когда успел спеться с их богатой вдовой? Эта награда должна была достаться победителю соревнования, но госпожа Налан решила передать ее тебе. В сознании нашего героя промелькнула фигура обольстительницы, от чего он невольно вздрогнул, но увидев ехидную улыбку наставника, Луинь поспешно объяснил. Она мой спаситель, я вернулся сюда только благодаря ей. Не хочешь рассказывать, ну и ладно, но я должен предупредить тебя, что она имеет особые связи с сектой меча, так что будь осторожнее, проговорил старик. Юноша уже догадывался об этом, иначе бы откуда женщина знала столько о секте меча Илюша-отцу, кроме того, с ней на корабле была Люся-юнь. К слову о секте меча, вчера от них пришло письмо, они хотят принять тебя в качестве прямого ученика. Что скажешь, пойдешь или нет, спросил наставник. Что принять меня? Верно, прямой ученик по статусу на том же уровне, что Илюша-отцу. Наш герой был потрясен, секта меча являлась могущественной силой во внутренней вселенной, намного превосходящей гору несметных мечей. Если он вступит в нее в качестве прямого ученика, то его статус моментально станет выше, чем у Венди. Подобное предложение звучало крайне заманчиво. Старик Цай, накручивая на палец усы, тихо ожидал, что ответит Луинь. Юноша взвесил все за и против. Нет, секта меча мне не подходит. Ты лучше подумай об этом дважды, твой статус сразу же взлетит до небес. Наш герой с горечью улыбнулся. Наставник, ну хватит вам искушать меня, мне и так пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы отказаться. Ладно, скажи мне хотя бы причину. Все просто, они нацелились на меня потому, что я не восприимчив к третьему мечу. Приняв их предложение, я стану подопытным кроликом, что явно не пойдет на пользу моему пути культивации, ответил юноша. Глава 228. Старик похлопал его по плечу. Молодец, что смог устоять перед искушением, ты делаешь успехи. Ступай отдохни. Завтра прибудет корабль, чтобы забрать тебя в край ветряного знака. Обязательно осмотрись там, то место сильно отличается от внешней вселенной. Луинь ушел, но чувствовал на сердце горечь. На самом деле он хотел присоединиться к секте меча ради статуса, но был вынужден отказаться. Сейчас юноша был не готов к такому предложению, как минимум пока у него не будет достаточной уверенности, что он сможет защитить себя. Покинув павильон сокровищ, наш герой встретил Мишель. Когда ты выполнишь обещание, Луиню стало неловко. Он помнил об их уговоре, но когда у него было время, то она попросила отложить обучение на месяц. Теперь же у него появились неотложные дела. Извини, завтра я иду на границу звездного региона, тебе придется подождать меня. Девушка была недовольна ответом. Чего ты так на меня смотришь? Я же не специально. Мишель развернулась и ушла. Юноша покачал головой и отправился на поиски тихого места, где собирался воспользоваться кубиком. Изначально он не планировал так скоро использовать дар небес, но раз уже завтра его заберут на границу, то выбора не оставалось. Во всяком случае так будет лучше, чем на незнакомом корабле, где за ним, скорее всего, будут следить. К слову, наш герой уже давно не пользовался своим даром. Кроме того, в царстве испытаний он понял, что по каким-то причинам не мог призвать кубик, когда как все остальные спокойно пользовались своими способностями. Сейчас у него было более 600 тысяч кубометров звездных кристаллов наличными, чего вполне должно хватить на 4 использования кубика. Призвав дар небес, Луин немедля запустил его. Когда кубик перестал вращаться, перед ним появилась цифра 3. Юноша тут же обрадовался, ведь тройка была крайне редкой. Она выпала ему лишь дважды за все прошлое время. Кто же знал, что ему сейчас так повезет? Стоп! Может все дело в том, что он давно не использовал кубик? Была ли в этом какая-то связь? Наш герой не раздумывая вынул чип эволюции и положил его на нижнюю золотую пластину, после чего сразу бросил 300 тысяч кубометров кристаллов. Процесс улучшения чипа прошел очень гладко, из-за чего он даже сперва засомневался в этом. Когда же Луин взял его в руки и внимательно осмотрел, то убедился, что это настоящий чип эволюции пятикратного улучшения. Он был в восторге, потому что никогда не думал, что сможет получить подобный чип. Налюбовавшись им, юноша поместил его обратно в свое тело и посмотрел на две золотые пластины. Ему вроде бы больше не нужно было ничего улучшать, поэтому он зарядил кубик энергии и перезапустил его. Две пластины сразу же исчезли, как только дар быстро закружился, а затем через некоторое время кубик остановился на четверке. Наш герой вошел в серую комнату, где глубоко вздохнул и решил, что здесь он постарается достичь пика слияния. Луин был полон решимости, поэтому достал 100 тысяч кубометров кристаллов и начал непрерывно поглощать их. Ранее в течение семи дней он поглотил 100 тысяч, но этого оказалось недостаточно. На этот раз юноша надеялся, что еще сотни ему хватит выполнить задуманные. Благо теперь у него были 9 небесных светил и скорость поглощения энергии была в несколько раз быстрее. Чтобы впитать силу 100 тысяч кристаллов, у него ушло 2 часа. Однако пика слияния он не достиг. Наш герой глубоко вздохнул, вместимость его тела оказалась куда больше, чем он предполагал, но деваться было некуда. Луин достал еще 100 тысяч кристаллов с надеждой, что уж этого-то точно хватит. Прошло еще 2 часа, тело юноши полностью наполнилось звездной энергией, более того, ему едва удавалось сдерживать ее внутри себя. Он чувствовал вершину своей сферы, а также невероятную силу, полученную в обмен на столь большой объем энергии. Ему даже стало казаться, что если бы он сейчас использовал усиленную в 17 раз дрожащую ладонь, то Янь Цин бы точно погибла. Но радоваться нашему герою пока было рано, он еще не до конца освоил пик слияния, поскольку в его теле находилось очень много примесей, с которыми нужно было разобраться. Спустя 2 дня Луин избавился от всех примесей, а недостаток энергии компенсировал еще несколькими десятками тысяч кристаллов, чтобы основательно закрепиться на пике слияния. Разобравшись с этим, юноша покинул пространство времени, вернувшись во внешний мир, где прошла всего одна секунда. Наш герой осмотрел свое тело, ощущая в себе силу пик сферы слияния. Ему пришлось знатно потратиться, но он понимал, что это было необходимо, ведь иначе неизвестно, когда ему удалось бы заполнить свое тело таким огромным объемом энергии. Не зря говорят, что иногда в культивации вспомогательные материалы и ресурсы даже важнее таланта. В этот момент Луин понял смысл этого предложения. Кроме того, это он только достиг пика слияния. Что же будет, когда он доберется до сферы грани или познания? Вполне вероятно, что звездных кристаллов с каждой новой сферой понадобится в 10 раз больше. Однажды юноша из интереса спросил у своего дяди Юлина, почему сфера познания так выделяется на фоне других. Мужчина не стал вдаваться в подробности, лишь упомянул, что тело мастера этой сферы сильно отличается от тела обычного человека, а также имеет какое-то особое состояние под названием истощение. Наш герой открыл свой персональный терминал и стал искать информацию о пограничном поле боя человеческого звездного региона. Однако кроме пары картинок и небольших статей он ничего не нашел. Правда, даже этого ему хватило, чтобы ощутить весь творившийся в том месте ужас. Луинь также пытался найти что-то о звезде красивой хвои, но безуспешно. Закончив с этим, юноша вынул из кольца безопасное изначальное сокровище. Используя технику звезды, он достал третий глаз императора великанов и начал внимательно осматривать артефакт. Перед его глазами появился совершенно другой мир, где звездная энергия смешивалась со множеством других видов энергий вселенной, формируя плотную оболочку вокруг сокровища. Наш герой уже имел опыт высвобождения артефакта, к тому же теперь владел знаниями Харона. Он мог бы начать извлекать сокровища сейчас, но времени на это у него не было, а торопиться Луинь не хотел, понимая, что даже безопасное сокровище могло таить в себе кучу неприятных сюрпризов. Лучшим решением будет заняться этим после выполнения задания на границе края ветряного знака. Вип на следующий день персональный терминал юноши пропищал. Наш герой посмотрел на экран и понял, что пришло время отправляться в путь. Придя в ангар, Луинь увидел большой военный корабль. Он был огромным и устрашающим. На его корпусе был гигантский герб, с виду напоминающий окровавленный свиток. Это знамя доказывало, что судно принадлежало пограничным силам края ветряного знака. Юношу никто не встречал, он самостоятельно вошел на корабль, где увидел улыбающегося Сильвера. Ты тоже отправляешься на границу края ветряного знака? Да, теперь ты мой капитан. Наш герой пожал плечами. Да не шути так, ты серьезно думаешь, что я могу быть капитаном? А я насчет этого не возражаю, ответил Сереброволосый, явно радуясь такому раскладу. Луинь осмотрелся вокруг. Военный корабль внутри выглядел простым. Солдаты ходили туда-сюда с сосредоточенными лицами и плотной убийственной аурой, вызывающей холод в сердце юноши. Вскоре к ним подошел молодой мужчина и отвел их в одну из кают для рядовых. Это ваша комната, располагайтесь и дожидайтесь прибытия к границе. Наш герой окинул взглядом небольшое помещение с двумя кроватями и тумбой. Выбрав правую койку, он сел и слегка расслабился. В это время космический корабль вздрогнул, отчалив из ангара 10-й ветви. Сильвер сел на вторую свободную кровать и спросил. Капитан, ты разочарован? Почему это? Ты один из финалистов, а к тебе относятся как к слабому рядовому. Разве это тебя не злит? Луинь рассмеялся. Мы всего лишь студенты, а не какие-то военные шишки. Чем мы заслужили к себе особое отношение? Мне кажется, в армии только сильные достойны такого. Правда? Но тебя могут победить только мастера познания. Угадаешь, сколько таких на этом судне? Спросил Сереброволосый, скорчив дьявольскую улыбку. Юноша слегка нахмурился. Что ты хочешь сделать? Сильвер ухмыльнулся. Капитан, почему ты так нервничаешь? Наш герой внезапно атаковал мужчину ладонью. Тот резко среагировал и направил в его шею нож бабочку. Но Луинь легко уклонился от удара. Высвободил боевой дух четвертого ранга и схватил Сереброволосого за шею. Предупреждаю тебя, не лезь куда не просит. Глава 229. Сильвер убрал нож и развел руками. Капитан, я разве что-то сделал? Юноша пристально уставился ему в глаза. Я прекрасно знаю, что тебе нетрудно разобраться с парой культиваторов сферы познания, но лучше подумай о последствиях. Если с этим кораблем что-то случится, то сильнейшие человеческого звездного региона обязательно докопаются до правды и твоя личность будет раскрыта. Сереброволосый ухмыльнулся. Ну и что? Ты так старался попасть в десятую ветвь из Империи Деу? Я не верю, что ты рискнешь своими результатами ради какой-то глупости. Фыркнул наш герой. В глазах мужчины блеснул холод. Раз ты уже все знаешь, зачем тогда предупреждаешь меня? Ты что, боишься? Луин не ответил. Он правда опасался силы новой лиги человечества, этого таинственного чудовища. Капитан, ты беспокоишься не о космическом корабле, а о себе, сказал Сильвер и сразу же добавил. Видимо, случившееся в пиратской гавани сковывает тебя и ты боишься пережить что-то подобное снова. Юноша не стал опровергать его слова, поэтому Сереброволосый продолжил говорить. Ты также боишься стать мишенью из-за своего странного дара небес. Наш герой некоторое время смотрел на него, после чего отпустил его шею и сел на свою кровать. Мужчина удивился такой спокойной реакции парня. Ты даже не пытаешься что-то опровергнуть. Луин поднял на него взгляд. Что вы хотите от Империи Дэу? Ты меняешь тему. Верно. Мне больше интересно, почему вы так озабочены Империей Дэу? Твоя организация сильна, но чтобы вырастить такого, как ты, ей, скорее всего, понадобилось очень много усилий. Следовательно, Лига не стала бы посылать тебя в столь отдаленное место внешней вселенной без веской причины, сказал юноша. Сильвер потянулся и лег на кровать. Она нас привлекает, потому что там очень вкусная еда. Я разве не говорил тебе, что я еще тот гурман? Наш герой про себя рассмеялся над сереброволосым, который сам не замечал, что каждый раз, когда его выводили на чистую воду, он бессознательно уводил разговор к еде. Возможно, она действительно искушала его или успокаивала, но это лишь помогло юноше убедиться в том, что в Империи Дэу есть что-то важное. На этом их разговор закончился. Оба лежали на своих койках и слушали шум за дверью. Вскоре Луинь вышел из каюты и пошел вдоль коридора, о чем-то глубоко задумавшись. Для того, чтобы быстро собирать войска, во внутренней и внешней вселенных были особые червоточины, которыми могла пользоваться исключительно пограничная армия. Пройдя через одну из таких червоточин, всего за двое суток военный корабль прибыл на границу между внутренней и внешней вселенными, где их разделяла Звездная река. Наш герой уже видел эту особую реку, но все равно поражался ее масштабом. Подобно бесконечной ленте она разделяла человеческий Звездный регион на две части. Из-за того, что река полностью состояла из древних частиц энергии, которые находились в разжиженном состоянии и в ней обитали странные опасные существа, пересечь ее можно было только на специальном гигантском корабле, созданном усилиями всего Звездного региона. Этим гигантским судном, что странствовало по реке, на данный момент управлял Гурт. Юноша хорошо помнил его стычку с гулом, которого он прихлопнул в чистилище. Именно от него он узнал о том, что нынешним главой потока был его отец. Глядя на приближающийся гигантский корабль, взгляд Луиня становился все холоднее и холоднее. Он никогда не забудет произошедшего в прошлом. В то время все происходило похожим образом. Корабль медленно приближался, но затем внезапно остановился, после чего появился ослепительный алый свет и пространство охватили бесчисленные крики отчаяния. Если бы не преднамеренная задержка Гурта, то они бы не оказались в той несчастной ситуации. Еще тогда юноша поклялся, что обязательно отомстит за случившееся. Первым по приоритету на гигантское судно вошел пограничный военный корабль края ветряного знака, а уже после – ряд других кораблей. Гигантское судно было настолько огромным, что наш герой даже представить себе не мог, сколько времени людей понадобилось на постройку подобной махины. Когда они пересекут Звездную реку, то попадут во внутреннюю вселенную, которая сильно отличается от внешней. Звездная река охватывала всю внутреннюю вселенную, а ее притоки распространялись вглубь территории, разделяя все на восемь крупных краев потока. Сейчас они находились на границе края Пламенного Тумана. Вскоре после того, как военный корабль собирался покинуть край Пламенного Тумана, Луинь заметил небольшую рябь, исходящую от их судна. Присмотревшись, он увидел неподалеку небольшой древний корабль, что использовала какая-то молодая цивилизация, которая только-только делала первые шаги в изучении Вселенной. Такой корабль не мог добраться даже до ближайшей планеты, не говоря уже о том, чтобы увидеть их военный корабль через особое защитное поле. Такова была реальность, высокоразвитые цивилизации наблюдали за более слабыми, а те даже не замечали этого, хотя находились всего в нескольких метрах от истины. Можно сказать, что они были домашними питомцами, чье существование зависело от милости высших цивилизаций. Капитан, как думаешь, мы такие же, как они, пойманные в клетку кем-то сверхсильным, что со стороны наблюдает за нами? Неизвестно откуда рядом с юношей появился Сильвер. Наш герой посмотрел вглубь темного космоса. На этот вопрос сложно было ответить. Возможно, прямо перед ними находилась пара глаз, которые смотрели на них, но они их не видели. Вселенная слишком огромна, кто может с уверенностью сказать, что его цивилизация самая сильная из существующих. Эта цивилизация довольно быстро развивается, вероятно, очень скоро они столкнутся с планетарной эволюцией, сказал Сереброволосый, наблюдая за небольшим кораблем. Луинь молча проводил маленькое судно взглядом, про себя чувствуя жалость к людям внутри, ведь все, что они видели, было не настоящим. Край Пламенного Тумана являлся одним из восьми крупнейших во внутренней Вселенной, его масштабы были равны нескольким секторам внешней Вселенной. Самыми крупными силами здесь были Домен Пламени, Империя Росс и Клан Сильван, все они выступали в роли привратников внутренней Вселенной. Но независимо от того, насколько велик был этот край, им удалось пересечь его всего за день, пользуясь военными червоточинами. Наш герой перестал бродить по кораблю, решив потренироваться на тренировочной площадке. Его целью было подтянуть контроль над боевым духом пятого ранга, поскольку он использовал его в царстве испытаний иллюзорном мире, где ощущения все же были не такими, как в реальности. Тренировочная площадка была очень большой, тут занимались солдаты со всего военного корабля. Для них это место было обустроено по первому разряду. Юноша нашел зону с гравитационными комнатами, однако они отличались от тех, что были на корабле Империи Дэу, на котором он покинул Землю. Здесь нельзя было устанавливать давление вручную, каждая комната имела привязанную гравитационную силу, поэтому солдатам приходилось выбирать из тех, что подходили для них больше всего. Луинь шел вперед в поисках самой подходящей для него комнаты. Многие солдаты вокруг смотрели на него и перешептывались, это тот парень, что вошел в четверку лучших соревнований о десяти ветвей. Он настоящий гений, раз освоил боевой дух пятого ранга в столь молодом возрасте, такой мастер может по своему желанию разорвать пространство, а ведь он всего лишь в сфере слияния. Эй, толстяк, пойди проверь его силу. Да пошел ты, я ему со своей силой в подметке не гожусь. Юноша слабо рассмеялся над ними, но ничего не сказал. Ему, напротив, нравилась эта простая атмосфера, кружащая вокруг солдат. Этот парень ненормальный, он уже прошел комнату с давлением, увеличенным в сто десять раз. Если я не ошибаюсь, то пределом сферы слияния считается шестидесятикратное гравитационное давление, а для сферы грани – стократное. Все, что выше, относится к сфере познания. Он что, этого не знает? Воскликнул солдат. Да успокойся ты. Забыл уже, что мы видели на соревновании десяти ветвей. Тридцать два лучших участника легко могли разорвать пространство своей силой. Их физические тела давно превзошли нормы обычных культиваторов, и это не говоря уже о том, что многие из них имеют боевой дух. По моим предположениям, он может выдержать давление, увеличенное в сто двадцать раз, высказался другой солдат. Неудивительно, что все так хотят поступить в Академию Звездного Неба. Любой ее студент находится на ином уровне. Не стоит принижать себя, мы тоже считаемся элитой, поскольку служить на таком корабле могут только те, кто улучшил свое тело с помощью чипа эволюции. Наш герой на глазах у изумленных солдат подошел к самой последней гравитационной комнате, где сияло число 130. Ранее Луинь уже тренировался под стократным давлением во временной комнате, но с тех пор его сила возросла. Сейчас он, наверное, смог бы выдержать давление, увеличенное в сто пятьдесят раз, но такой комнаты тут не было, поэтому его выбор пал на самую последнюю. Подождите, там вроде кто-то есть. Черт, там же капитан. В тот момент, когда юноша вошел в комнату, он тут же почувствовал сильную волну энергии, которая исходила от направленной на него руки незнакомца. Наш герой моментально окутал себя боевым духом пятого ранга и контратаковал. Раздался громкий хлопок, пошатнувший помещение, оставляя на полу трещины. Луинь сделал шаг назад и посмотрел вперед, увидев удивленного мужчину средних лет. Внезапно давление в гравитационной комнате исчезло, дверь открылась и внутрь ворвалась группа солдат, чего приперлись остолопы. А ну вышли вон, крикнул мужчина средних лет. Глава 230. Солдаты поспешно отдали честь. Есть, капитан. Затем все быстро ушли и на комнату снова навалилось мощное давление, что сдавило внутренние органы Луиня. Тем не менее, используя боевой дух пятого ранга, ему удалось смягчить его, после чего он обратился к мужчине средних лет. Студент Лу приветствует капитана. Мужчина с восхищением посмотрел на юношу. Я видел тебя на трансляции, ты очень сильный и талантливый, смог освоить боевой дух пяти меток. Капитан, вы меня перехваливаете. Я так не думаю. Раз ты можешь говорить под таким давлением, то здешняя сила гравитации для тебя не предел, но, вероятно, она близка к твоему максимуму. Наш герой кивнул, подтверждая его слова. К счастью, он сначала испытал на себе эту силу, иначе если бы сразу вошел в комнату с увеличенным давлением в 150 раз, то, скорее всего, серьезно бы пострадал. Ты можешь ходить? Спросил мужчина, с улыбкой разглядывая юношу. Луинь слегка улыбнулся и сделал несколько шагов. Хотя дались они ему с трудом, но все же ходить он мог. Давление в этой комнате трудно выдержать даже мастерам познания. Удивительно, что ты со своей сферой слияния можешь здесь двигаться. Такой талант и возраст говорят о том, что в будущем ты не будешь уступать десяти судьям. Надеюсь, что так, и простите, что побеспокоил вас, сказал наш герой. Капитан покачал головой. Я просто разминаюсь, так что все нормально. Изначально я думал, что ты ворвался сюда по ошибке, и хотел вытолкнуть тебя. Ведь на корабле нет второго человека, который мог бы выдержать подобную силу гравитации, но я забыл про тебя. Луинь улыбнулся и ничего не сказал. Мужчина также затих, продолжив заниматься своими тренировками. Юноша с завистью смотрел на него, предполагая, что тот не был обычным культиватором сферы познания. Должно быть, он пережил четырехкратное изменение тела, используя чип эволюции. В течение следующих нескольких дней наш герой ходил в эту комнату для тренировок. Постепенно он привык к давлению и стал лучше контролировать свой боевой дух. Вдобавок к этому Луинь общался с капитаном на различные темы, но в основном о войне между звездными регионами. Юноша хотел знать об этом больше, так как войны между регионами были бесконечны. И за прошедшее время на границе полегло огромное число различных мастеров. Я помню, как 10 лет назад со мной беседовал гений из Академии Звездного Неба, но не здесь, а в комнате со 110-кратным давлением. Парень был очень силен и, как он говорил, являлся одним из лидеров ветвей, однако, оказавшись на границе, он так и не вернулся. Была еще очень красивая девушка, что безумолку болтала со мной. Она направлялась на границу, чтобы получить повышение у себя на родине, где ее уже ждал жених, но, к сожалению, ее проглотил здоровенный зверь, прежде чем она успела добраться до туда. В тот раз я тоже чуть было не погиб. Пограничные войны самые жестокие. Неважно, насколько ты талантлив или силен, умереть там можно десятками, нет сотнями разных способов. В них полегло уж слишком много гений с древних времен. Честно говоря, твоей академии не стоило отправлять вас к границе в такое время. Сейчас там очень нестабильная ситуация. По неофициальной статистике, смертность среди студентов составляет две трети их. Правда, был один раз, когда повстречавшийся мне студент оставил глубокое впечатление. Встретились мы лет 15 назад. Парень выглядел очень взволнованным поездкой, но сам был простым и добрым. Я сопровождал его на границу так же, как и тебя, а потом, мужчина резко затих. Наш герой с нетерпением спросил. Он тоже умер? Нет, он стал одним из десяти судей. Вы даже одного из судей перевозили? Капитан с гордостью сказал. Разумеется, на этом военном корабле часто перевозят важных людей. Тот парень был очень силен, а еще запомнился мне своим крайне громким голосом, из-за чего разговаривать с ним было довольно неприятно. Как его зовут? Из какого он клана? Спросил любопытный Луинь. Желая узнать побольше информации о десяти судьях, поскольку нигде в открытом доступе получить ее было нельзя. Вероятно, дело было в том, что многие боялись упоминать имена десяти судей, но его это мало волновало. Он, напротив, все больше интересовался ими. Жаль, что его сразу после соревнования отправили на границу, так бы он попытался поступить в студенческий совет звездного неба. Мужчина покачал головой. Я не могу назвать тебе его имя, так как упоминать их без особой важности запрещено. Что касается его происхождения, оно мне неизвестно. Я тогда только достиг сферы познания, но столкнувшись с ним, ощутил сильный трепет. Точно, я вспомнил, многие люди называли его боевым королем. Юноша нахмурился, какой у него был уровень культивации. Сфера грани, ответил капитан. Наш герой вздохнул с облегчением. К счастью, он был на пике слияния и уже имел некие преимущества перед десятью судьями. Это означало, что у него были шансы превзойти их. На самом деле, смотря на тебя, я тоже ощущаю трепет. Боевой дух пятого ранга действительно очень опасен, высказался мужчина. Луинь пожал плечами. Можете рассказать мне побольше о пограничной войне, на что мне стоит обратить внимание? Ни на что, потому что это не поможет. Звездные звери будут появляться изо всех щелей, и все, что тебе останется, это сражаться изо всех сил, чтобы спасти свою жизнь, ответил капитан с некой горечью в голосе. В войнах использовались различные тактики и уловки, но перед лицом звездных зверей все это было бессмысленно. Монстров было слишком много, к тому же каждый из них имел различные странные способности. Против них ничто не помогало, только чистый перевес в силе мог что-то изменить. Поэтому пограничную войну считали самым жестоким местом, ведь оказавшись там, нигде уже не спрячешься от опасности. Капитан, а расскажите мне о звезде красивой хвои, к которой мы направляемся. Она одна из 37 звезд-хранителей границы края ветряного знака. Изначально это была обычная планета, но из-за войны всех боеспособных насильно призвали в армию, а остальных переселили. Остались только неразумные местные существа, но они почти вымерли. Стража области, в которую входит эта звезда, зовут Цуио. Он культиватор сферы ловца и является наставником академии отблесков в края ветряного знака. Что касается хранителя самой звезды, его зовут Наппа. Он очень мужественный мастер сферы познания. Выслушав мужчину, юноша получил примерное представление о звезде красивой хвои, а также общую ситуацию на границе. Красивая хвоя была лишь одной из 37 звезд, расположенных справа. Столько же звезд находилось слева и по центру между ними еще сотня, что образовывали одну огромную защитную сеть против вражеского вторжения. Каждую из звезд охраняли мастера познания, а над ними шли мастера сферы перемен или даже ловца, что отвечали за защиту определенных областей выстроенной сети. Эти мастера либо добровольно вступили в армию, либо были насильно призваны. Что касается обычных бойцов, то среди них были как солдаты на службе, так и заключенные с рабами, которых использовали в качестве пушечного мяса. Если бы земля не получила защиту нашего героя, то всех ее жителей отправили бы на одно из таких вот полей битв, где в любой момент их могли убить. Спустя несколько дней капитан встретился с Луиним. Скоро мы доберемся до пересечения края штормов и ветряного знака. Нам нужно временно сделать остановку на одной из космических станций, чтобы восполнить провизию, а затем уже полным ходом отправимся к границе. Юноша поинтересовался. А там есть банк Мобиус. Рядом со станцией находится планета, на которой есть банк. А что, хочешь снять деньги? Наш герой кивнул. Я потратил все кристаллы на достижение пика слияния. Мужчина слегка улыбнулся. Я свяжусь с одним человеком с той планеты, он отведет тебя к банку. Спасибо. Вскоре Луинь покинул космическую станцию на маленьком звездолете и направился к ближайшей планете, где его встретил солдат сферы Грани. Человек провел его к банку Мобиус и ушел. Войдя в помещение, к юноше подошла элегантная женщина и протянула ему напиток. Здравствуй, студент Лу. Наш герой удивился. Ты меня знаешь. Ты теперь знаменитость. Многие смотрели соревнования десяти ветвей и видели, на что ты способен. Улыбнулась женщина, вызывая своей улыбкой бессознательное желание защитить ее. Кто ты? Спросил Луинь. Меня зовут Монди, я управляющая банка. Юноша кивнул. Приятно познакомиться. У тебя есть ко мне какое-то дело? Женщина достала фиолетовую хрустальную карту и протянула ее нашему герою. Это твой личный счет в нашем банке. Пожалуйста, прими его. Фиолетовая. Луинь удивился, так как никогда не видел подобной карты. В таких картах хранят не звездные кристаллы, а звездную эссенцию. Подобного нет во внешней вселенной, а только во внутренней, объяснила Монди. Юноша уже слышал о звездной эссенции. Получали ее посредством сжимания звездных кристаллов до тех пор, пока не оставалась чистейшая энергия без каких-либо примесей. Из-за этого курс обмена кристаллов на эссенции был невероятно огромен. У меня нет звездной эссенции, которую я мог бы хранить в этой карте, с горечью сказал наш герой. Глава 231. Монди улыбнулась. Это наша благодарность тебе за помощь семье Мобиус. Ты имеешь в виду помощь Лулу? Женщина кивнула. Прямых членов клана Мобиус очень мало, и мы хорошо осведомлены, что ты ей помогаешь. Всю ту сумму звездных кристаллов, что ты собираешься сегодня снять, я округлю до целого числа. Это максимум, что позволяет мне мое положение, что ты имеешь в виду. Соотношение обмена звездной эссенции на звездные кристаллы составляет 1 к 100 тысячам. Ту сумму кристаллов, которую ты собираешься снять, я округлю до целого и выдам в звездной эссенции. Сердце Луиня подпрыгнуло. У меня с собой более 600 тысяч. Ох, маловато. Ладно, я могу дать тебе 10 эссенций и выдам немного звездных кристаллов, чтобы ты мог использовать их для мелких расходов, сказала Мэнди. Юноша потерял дар речи и понял, что мог бы, наверное, и соврать, ведь, судя по ее словам, даже будь у него всего 1 кубометр кристаллов, она все равно бы дала ему 10 эссенций. Мэнди, я не могу принять такой дорогой подарок. Лулу не нуждалась в моей помощи, она намного лучше меня. Ей даже удалось приручить зверя сферы познания, сказал наш герой. Это решение нашей семьи, пожалуйста, не отказывайся, улыбнулась женщина. Затем отдала сотруднику рядом с собой кучу карт Луиня и в придачу к ним фиолетовую карту. Вскоре подчиненный вернулся лишь с одной фиолетовой картой и передал ее управляющей, которая вручила карту юноше. Студент Лу, это твое. Наш герой взял карту, испытывая сильное волнение. 10 эссенций, это все равно, что миллион звездных кристаллов. Семья Мобиус своей благодарностью вот так просто увеличила его состояние на 300 тысяч кубометров. Этот клан был чертовски богат. Луинь даже подумал, что, может, ему стоит приударить за Лулу и стать зятем семьи Мобиус. Вскоре Мэнди ушла, так как встретилась с ним, только чтобы передать благодарность семье Мобиус. Юноша же после этого сразу же достал 10 звездных эссенций и 10 тысяч кубометров кристаллов, что остались у него на мелкие расходы. Он был очень рад, что получил 10 эссенций, поскольку поглощать их было намного быстрее и эффективнее, ведь внутри них отсутствовали примеси. Именно эссенции в основном использовало молодое поколение великих сил, что позволяло им очень быстро прогрессировать. Однако самым важным, скорее всего, был тот факт, что поглощая энергию из эссенции, наш герой таким образом адаптировался к силе Звездной реки. Никто не мог гарантировать, что он никогда не попадет в реку, поэтому, чтобы повысить шансы на выживание, стоило заранее приспособиться. Такой щедрый подарок от банка Мобиус он не забудет и обязательно в будущем вернет должок. Луин испытывал восхищение к семье Мобиус и их решению сделать ему подарок. Возможно, кто-то бы подумал, что это пустая трата денег, но для них это было альтернативным вложением средств. Очевидно, что семья Мобиус так долго занимает свое положение не только из-за денег, но и благодаря умению мудро вести дела. Только юноша вышел из банка и собирался вернуться на корабль, как его терминал зазвонил. Он увидел незнакомый номер и быстро принял звонок. Привет, седьмой. Дядя Ю, вы наконец-то связались со мной. Седьмой, ты там в порядке? Я да, но дядя, что произошло в пиратской гавани? Почему дачун был там? Как он? Ты помнишь, как мы сбежали из внутренней вселенной во внешнюю, но на периферии на нас кто-то напал? Наш герой нахмурился. Хочешь сказать, что в этом замешана семья Риа? Да, именно они напали на нас, но ранее мы не были в этом уверены, поэтому отправили дачуна на разведку, но, к сожалению, его обнаружили. Семья Риа испугалась, что ее разоблачат, потому устроила резню в гавани, пытаясь скрыть улики. Раз они поняли, что их разоблачили, то навряд ли бы стали устраивать тот погром. Может, они пытались скрыть что-то еще? Верно, кто-то заставил их напасть на нас, но пока что у нас нет информации о том, кто это был. Да и семья Риа погибла. Ты, кстати, знаешь, кто это сделал? Фигура старика с пустырника возникла в сознании Луиня, после чего он ответил. Я не знаю имени того старшего. Он убил всех сильнейших культиваторов семьи Риа, а остальная часть погибла на разрушенном мною космическом корабле. Понятно. Дачун все время ходит мрачный. Он явно огорчен тем, что не смог тебя спасти. Все уже в прошлом, улыбнулся юноша. Ты направляешься на границу звездного региона? Да, скоро там буду. Мужчина о чем-то подумал и сказал, постарайся там не помереть, и главное, не лезь на рожон. Хорошо. И если получится, заработай очки славы. Очки славы? Мне это ни к чему, я же черотворец. Я знаю, но статус черотворца – это щит, а слава – это сила. Не задавай слишком много вопросов, просто попытайся заработать очки славы, но только не рискуй ради них. Серьезным тоном проговорил Юлин. Понятно. После чего звонок оборвался, разговор с дядей Ю помог нашему герою понять одну из прошлых тайн, но также напомнил ему о плохом. Покачав головой, Луин вернулся обратно на космическую станцию. За 15 дней военный корабль, преодолев расстояние от сектора «Синей волны» внешней Вселенной, добрался до границы края ветряного знака. Пересекая приток звездной реки края ветряного знака, перед нашим героем открылась потрясающая картина. Это граница человеческого звездного региона, где располагались бесчисленные военные корабли разных размеров. Чуть дальше от этих суден находилось оборонительное построение из ста с лишним звезд, а еще дальше от них из глубин вражеской территории доносился устрашающий звериный рев, сотрясающий звездное небо. Главнокомандующим всей армией на границе является Шуй Чуанься, а вражеской армией руководит император Фэйянь, сказал капитан, подойдя к юноше, что внимательно разглядывал пограничный регион через большой иллюминатор. Император Фэйянь удивился Луинь. Ужасающий зверь с тремя огнедышащими головами, он может контролировать черное, белое и красное пламя. Его считают одним из семи сильнейших зверей в альянсе пустынных зверей, и на данный момент нам известно, что его боевой уровень превысил 200 тысяч. Юноша был потрясен такой огромной цифрой. Это количество превосходило сферу ловца и, вероятно, относилось к сфере просвещения. Оказывается, на противоположной стороне границы находилось столь жуткое существо. Вы только что упомянули об альянсе пустынных зверей? С любопытством спросил подошедший к ним Сильвер. Мужчина взглянул на него и продолжил говорить. Альянс пустынных зверей – это организация семи сильных звездных зверей, объединившихся против нас. Эти семеро предводителей очень умны, перед вторжением они искали наши слабости, а чтобы стать более незаметными, научились изменять свою форму тела, подражая нам. Насильно изменить структуру своего тела с помощью звездной энергии несложно, но процесс очень болезненный. Если те звездные звери настолько решительны, что ради своей цели идут даже на такое, то они действительно опасны. С громким гулом боевой корабль приземлился на пустынную землю. Неподалеку виднелись металлические строения, над которыми мелькал ряк от полупрозрачного защитного поля. Вот мы и на месте, это одна из басно красивой хвои, мне было приказано доставить вас сюда, сказал капитан. Наш герой кивнул мужчине. Спасибо, капитан. Мужчина улыбнулся и похлопал Луиня по плечу. Помни, постарайся не помирить здесь. Юноша с горькой улыбкой на лице вместе с сереброволосым покинул космический корабль. Наш герой огляделся, на желтой земле вокруг не было ни единого живого места, а когда подул ветер, то под верхним слоем желтого песка показалась земля цветом свернувшейся крови. Вокруг ходили патрули, тут и там летали звездолеты, а чуть вдалеке виднелся большой военный корабль, который, похоже, перевозил припасы. Вскоре их отвели к подножью горы, где их встретил ветеран, тренирующий новобранцев. Луинь из 10-го звездного неба прибыл в ваши распоряжения. Сильвер из 10-го звездного неба прибыл в ваши распоряжения. Все посмотрели на них с изумлением, чему парни не были удивлены, так как соревнование 10 ветвей транслировалось по всей вселенной и теперь многие их знали. Ветеран спокойно кивнул им. Меня зовут Гильда, я один из сотни капитанов на этой базе. Отныне я буду вашим инструктором, но моя задача не учить вас сражаться, а научить выживать в этом богом забытом месте. Понятно, ответил наш герой. Сереброволосы лишь кивнул в ответ. Теперь идите вон в ту казарму и переоденьтесь, а все лишнее уберите в пространственные кольца. Даю на все про все две минуты. Парни быстро побежали переодеваться. Мужчина взглянул на их убегающие фигуры и слегка задумался. Он думал, что их будет тяжело дисциплинировать. Все-таки они являлись лучшими студентами Академии Звездного Неба, но, кажется, что с ними у него хлопот не будет. Вскоре инструктор собрал в одном месте всех новобранцев, в числе которых были Луини Сильвер. Как он и говорил, мужчина не стал обучать их сражению, а просто начал рассказывать о способах адаптации на поле боя, также он ознакомил их с самыми распространенными звездными монстрами и их способностями. Глава 232. Некоторые из новобранцев были добровольцами, а некоторые, отправленными своими семьями, чтобы те поднабрались опыта, а кто-то, как наш герой, пришли из Академии и сильно выделялись огромной боевой силой, но у них были никудышные способности к адаптации на поле боя. Вы когда-нибудь видели кровь? Внезапно спросил Гильда. Вдруг громко сказал один из новобранцев. Инструктор, меня зовут Талиф, я прибыл из края укротителей зверей, и до этого убил много звездных зверей. Инструктор, як я, также прибыл из того края и мне тоже приходилось убивать звездных зверей. Инструктор, многие культиваторы выросли в жестокой среде, поэтому всем показалось, что вопрос Гильда был излишним. Хорошо, задам вопрос по-другому, вы когда-нибудь убивали людей? Спросил мужчина, тон которого стал на порядок жестче. Большинство новобранцев замолчали, но Талиф опять ответил первым. Инструктор, мне пришлось убить двоих, а я убил пиратов около дюжины. Инструктор, я убил бандита. Народ посмотрел в сторону Луиня, ожидая, когда же он заговорит. Юноша спокойно ответил. Я вышел с планеты, где проходила планетарная эволюция. Многие, в том числе Гильда, были удивлены, так как все они знали, что из себя представляла планетарная эволюция. Однако смысл сказанного им означал несколько другое. Парень подчеркнул, что ранее был местным жителем, не ведающим о культивации, но это не помешало ему достичь таких высот и силы. Гильда внимательно посмотрел на нашего героя и затем обратился ко всем. Я задал вам такой вопрос, чтобы узнать, сможете ли вы убить товарища, столкнувшись с безвыходной ситуацией. «Инструктор, зачем нам убивать своих товарищей?» Спросил один из новобранцев по имени Фэнтаа. Он прибыл из края штормов, который представлял собой небольшую территорию, где круглый год дули суровые космические ветра. Мужчина объяснил. «В безвыходной ситуации у вас будет два варианта – убить своего товарища или отдать его на съедение зверям. Ответьте мне, что вы выберете». Трое парней резко замолчали. Луинь прищурился, понимая, почему Гильда задал им такой вопрос. «На подобном поле боя тебя действительно могли съесть, инструктор. Я могу позволить своим товарищам увидеть счастливую смерть», – сказал Сильвер со своей привычной дьявольской улыбкой, вызывающей у всех дрожь. В этот момент все вспомнили, что здесь был не только финалист соревнования десяти ветвей, но и этот демон-убийца. Человек, зарубивший около трехсот студентов на первом этапе, обладатель сильного поля, предназначенного для убийства. Весь оставшийся день прошел достаточно мирно. После окончания тренировок новобранцев отправили охранять базу, где и без них была куча патруля, что проверяло каждый темный угол. Почему так? Вероятно, потому что здесь нигде не было безопасно. Ты Луинь – один из четырех лучших студентов Академии Звездного Неба, верно? Давай сразимся». Внезапно перед юношей появился Талиф, вызывающий, посмотрев ему в глаза. За ним собралась группа новобранцев, что с любопытством разглядывала нашего героя. «Зачем?» – спросил Луинь. Парень сжал кулаки. «Я слышал, что Академия Звездного Неба лучшая во вселенной, поэтому хочу проверить, насколько это правда». Юноша рассмеялся. «Ты что, не видел трансляцию соревнования? Да что там через этот экран разберешь? Особенно, когда часть сражающихся просто стояла на месте и выясняла победителя. Я думаю, что это соревнование – одно большое шоу притворщиков», – ответил Талиф. Многие позади него закивали в знак согласия. Наш герой потерял дар речи, эти глупцы даже не знали, что такое поле, а также имели низкое понимание боевого духа. «Конечно, большинство из них – из края укротителей зверей, где в основном концентрировались на зверях, однако они же должны знать своего земли как у Анвана. Неужели они думают, что сильнее его?» «Меня это не интересует». Луинь развернулся и пошел дальше. Парень нахмурился. «Ты смотришь на меня свысока? Ну раз так, то я покажу тебе свою силу». Договорив, он задрал рукав, выставив на показ странную татуировку рыбы. Существо вдруг ожило, увеличилось в размерах и взмыло в воздух, где «Разину в пасть» устремилось на юношу. Наш герой легко уклонился от атаки, а когда собирался было дать сдачи, то со стороны раздался громкий крик, привлекший всеобщее внимание. Все посмотрели на север, где увидели группу солдат, тела которых разъедала какая-то субстанция, медленно превращая их в лужи крови. По базе раздалась тревога, в то же время в небе появился огромный пространственный разлом, откуда вылетела куча одноногих птиц. Тлев испугался. «Беда, на нас напал враг, это одноногие вьюны, они крайне ядовиты». Почти сразу в небо выстрелили бесчисленные лучи света, все орудия на базе начали палить по врагу, стирая зверей в пух и прах. Тем не менее птицы продолжали вылетать из разлома, но спустя пару минут оттуда показалось существо в форме железного головастика, что с разгону врезалось в пространство поблизости. Из-за его действий по округе распространилась мощная ударная волна, разрушающая стабильное пространство планеты. Кто-то увидел это существо и громко проревел. «Это эфемер, убейте его сейчас же». Эфемер – очень странный звездный зверь. У него нет никакой силы, кроме особой способности разрывать пространство. Именно благодаря ей звездные звери организовывали внезапные нападения. Однако если успеть убить его достаточно быстро, то все открытые им пространственные разломы быстро захлопнутся. На базу напал не один эфемер. Разломы возникали со всех сторон. Помимо одноногих вьюнов стали появляться другие существа, которых разумные звездные звери использовали в качестве пушечного мяса. Тлиф и остальные не успели договорить с Луиним, как на них напали враги. Юноша сам не ожидал, что столкнется с атакой в первый же день. Это ему показалось очень странным, но забивать себе голову сейчас у него не было времени. Подняв руку, он высвободил небесный коготь зверя прямо по самому ближайшему эфемеру, забивая того насмерть. Парень был до смерти напуган тираническим ударом нашего героя, что оставил после себя разрывы в пустоте. То, что он увидел сейчас, совершенно отличалось от того, что происходило на трансляции соревнования. И если раньше он сомневался, то теперь был уверен в том, насколько велика между ними разница. В это время неподалеку блеснуло серебряное сияние, лишая жизни пары эфемеров. Посмотрев в сторону, все поняли, что это был Сильвер, которому разрубить пространство было так же легко, как порезать сливочное масло. Гильда был потрясен силой этих двух студентов. На этот раз ему прислали особых новобранцев. На базе было несколько солдат сферы Грани, но никто из них не мог в одиночку убить эфемера, однако двое парней очень быстро разобрались почти с половиной головастиков. Сперва звездные звери не отреагировали на это, но когда обнаружили сереброволосого, что стоял на открытой местности, то сразу же набросились на него. В стороне Луинь ударил усиленной в девять раз дрожащей ладонью, сотрясая пространство в радиусе 100 метров. Всех убегающих от него эфемеров моментально разорвало на части. Тем временем по другую сторону базы раздалось странное шипение и из земли вырвалось огромное чудовище в форме богомола с девятью большими лезвиями, которые разрубили несколько тяжелых защитных орудий. Тлив и еще пару новобранцев случайно оказались неподалеку от этого богомола. Зверь обратил на них свое внимание и устремился к ним. Гильда с ревом замахнулся своим двуручным мечом по богомолу, но существо заблокировало его удар одним из своих лезвий. Раздался громкий треск расколовшейся на части земли, ударная волна отбросила группу новобранцев назад, а мужчину вдавило в землю. Хотя Гильда был на пике грани, но по способностям считался обычным культиватором. Столкнувшись со звездным зверем той же сферы, ему было очень трудно даже задержать его, особенно когда существо обладало разумом. Увидев, что мужчина заблокировал его удар, богомол поднял три мечеподобные лапы и обрушил их на него. Гильда наблюдал за тем, как гигантские клинки падали прямо на него, не в силах их остановить. В этот момент наш герой резко появился перед ним и голой рукой безжалостно разломал все три лапы существа на несколько частей. Затем он быстро схватил самый острый обрубок и бросил его прямо в туловище богомола. Звездному зверю пришлось отступить, он настороженно посмотрел на юношу и в то же время его изувеченные лапы быстро отросли. Человек, ты очень силен, пасть богомола не двигалась, но он издавал звуки, используя вибрации звездной энергии. Луинь нахмурился, а когда собирался было что-то сказать, то инструктор позади него громко крикнул. Он тянет время, чтобы как можно больше зверей пришли сюда из разломов. Юноша почти что забыл, что он находится на поле боя. Окутав свое тело боевым духом четвертого ранга, он резко появился перед существом, обрушив на него дрожащую ладонь. Богомол издал противное жужжание, контратакуя нашего героя своими лезвиями. В то же время в стороне появилось еще несколько зверей сферы грани, что также напали на Луиня, подавляя его количеством. Бум! Земля содрогнулась от их столкновения. Огромная трещина разделила всю базу на двое. Юноша одной ладонью раздавил нескольких монстров и даже встряхнул окружающие пространства, превратив в фарш прячущихся поблизости эфемеров. На этой базе не было ни одного сильного мастера сферы познания или выше, по сути самым сильным тут был именно наш герой, поэтому очень скоро к нему начала стягиваться вся кишащая вокруг нечисть. Тлив с остальными были в шоке от мощи юноши. Его удары ладонью заставили их подумать, что он был мастером познания. Звери разрушали все на своем пути, а солдаты пытались отбиваться, защищая атакующие орудия. Хотя Луинь был силен и даже привлек на себя большую часть существ. Убить всех эфемеров и остановить бойню он не мог, уж точно не в одиночку. Более того, наш герой не мог свободно атаковать, поскольку вокруг были люди. Спустя несколько минут над базой появился военный корабль, который принялся палить по монстрам. С него также начал высаживаться десант, усиливший сопротивление на земле. После появления первого корабля, стали прибывать и другие судна. Когда все подумали, что им удалось переломить ход сражения, в небе появилась огромная трещина, откуда высунулась металлическая копыта и обрушилась на один из военных кораблей. Взрыв поврежденного судна сотряс округу, задевая еще несколько ближайших к нему кораблей. Глава 233 В Зате, да как ты посмел, разразился громкий вопли в пространственную дыру, из которой торчало большое копыто, влетел человек сферы познания. В следующий момент с неба спустилось множество черных фигур, все они были прибывшими мастерами, и некоторых Луинь знал. На поле битвы у границы отправили не только его и Сильвера, а всех 32 лучших участника соревнования, но большая часть просто еще не прибыла. Первыми, кого Юнаша встретил, оказались Ча Чжи и Луинь, а также глава одного из регионов по имени Таша. Появление этих двоих значительно увеличило давление на вражескую армию. Боевой дух четвертого ранга девушки и безмолвное поле парня были отличной комбинацией, поэтому пара, объединившись, убивала всех, кто попадался им на глаза. С подкреплением импульс вражеской атаки стал снижаться. Когда же нашему герою с остальными удалось уничтожить всех эфемеров и очистить базу от оставшихся зверей, бойня подошла к концу. Все, что осталось после сражения, окровавленная земля, заполненная трупами людей и монстров. Луинь не первый раз видел подобную кровавую сцену, но ему пришлось впервые столкнуться с таким равнодушием со стороны людей. Даже когда звездный зверь сферы познания, убегающий с поля боя, последним ударом забрал жизни по крайней мере сотни солдат, никто никак не отреагировал на это. Народ просто спокойно занялся своими делами без страха, тревоги или печали. Все будто понимали, что рано или поздно тоже умрут. Тлив и другие также впервые столкнулись с подобной реакцией, из-за чего сильно негодовали. Гильда разрешил нашему герою и остальным вернуться в казармы отдохнуть, а сам стал руководить людьми, очищая базу от трупов. Но юноша с другими новобранцами решил остаться и помочь привести базу в порядок. Им предстояло придать огню бесчисленное количество изуродованных как человеческих, так и звериных тел. Помимо этого, нужно было позаботиться об остатках разрушенных орудий. «Пожалуйста, прошу убейте меня», раздался слабый голос, привлекший внимание Луиня и остальных. Это был молодой солдат, у которого осталась лишь верхняя половина тела. Он завывал от боли и просил закончить его страдания. Большинство растерянно смотрели на него, не зная, как поступить. Инструктор подошел и обезглавил бедолагу, а затем окинул взглядом толпу. Запомните, у подобных ему нет шанса на спасение, только смерть освободит их от этого ужаса. Округа стала очень тихой, каждый молча занимался своим делом. Внезапно мимо группы пронесся серебряный нож бабочка, что просвистел над новобранцем по имени Мэгги, после чего на него полилась свежая багровая кровь, а чуть в стороне раздался приглушенный звук упавшей головы теперь уже мертвого звездного монстра. Многие ужаснулись, ведь если бы не сереброволосы, то парень был бы мертв. Спасибо, сказал напуганный Мэгги. Мужчина улыбнулся ему в ответ. Да ни за что. Стоявший рядом с ним Фэнта был потрясен. Вот она, сила лучших студентов Академии Звездного Неба. Если бы он сражался с Сильвером, то погиб бы точно так же, как этот зверь. Через полдня ветер нагнал на базу новый песок, что накрыл кровавую землю, которая со временем потемнеет и будет выглядеть как та, что наш герой и другие увидели, прибыв сюда в первый раз. Гильда созвал всех новобранцев, проинструктировал их и наказал патрулировать территорию, а главой патруля сделал луиня. К вечеру прибыл военный корабль с человеком, который поднял на базе шуму. Им был Люша Ацу, гений секта меча. Юноша был удивлен, поскольку не думал, что парня тоже направит на красивую хвою. Навстречу прибывшему мечнику вышел сам командир базы. Таково было влияние секта меча, что неважно, где находились ее ученики, они везде вызывали восторг и уважение. Хотя приветствие Люша Ацу было радушным, но это никак не повлияло на его положение в армии, он также был назначен в патруль луиня. Мечник не был против этого, особенно когда узнал, что капитаном патруля будет юноша. Тлиф и остальные новички больше не провоцировали нашего героя. Предыдущая бойня с монстрами дала им понять, что лучше не тревожить это чудовище в человеческом обличье. Теперь их больше интересовал Люша Ацу. 13 мечей были широко известны и устрашали своей силой. Ребята хотели увидеть наяву силу этого навыка, но боялись попросить парня напрямую. К тому же Люша Ацу их полностью игнорировал. Вскоре прибыли еще два ученика Звездного Неба. Сюэлю Юни глава одного из регионов по имени Ранг. 32 лучших студента разделили на 4 команды по 8 человек, а возглавлял каждую из групп один из четверки сильнейших. Луин не знал, где Сяло и остальные, но его команда оказалась довольно сильной. В его подчинении были целых 5 мастеров царств. 8 студентов из Академии Звездного Неба, а также обычные новобранцы сформировали один отряд во главе с юношей, что патрулировал базу. Следующие несколько дней после бойни закончились без происшествий. На четвертый день группа нашего героя столкнулась с нападением странного подземного зверя, в результате чего погиб один новобранец. За такую ошибку Луин, как командир, был наказан Гильда. Юноше стало совсем не по себе из-за случившегося. Он действительно не заметил появления Звездного Зверя, тот был слишком странным, замаскированным под камень. От существа, пока оно не начало двигаться, не исходила жизненная сила, поэтому никто не почувствовал его присутствие, что и привело к гибели одного из новичков. Этот инцидент заставил нашего героя быть более бдительным. Также стали вести себя Люша Ацу и другие. За 7 дней отряд Луиня постепенно приспособился к армейской жизни на границе. Никто не знал, сколько баз находилось на красивой хвое, об этом было известно разве что хранителю Звезды. Такое решение, скорее всего, приняли для того, чтобы предотвратить утечку информации врагу. Юноша с остальными понимал, что их базу обнаружили. Инструктор редко появлялся в эти дни, возможно изучая с другими капитанами вопрос о переносе базы в другое место. Правда, прежде чем они успели принять меры, на них напали еще раз. Солдаты были ошеломлены, так как масштаб этой атаки был намного больше, чем в прошлый раз. «Уничтожьте эфемеров!» Раздался громкий голос, прогремевший по всей базе. Однако затем из пространственной дыры в небе вылезла здоровенная бычья копыта, что одним мощным ударом раздавило командный центр базы, где находилась большая часть командиров, включая гильда, превращая их в кровавый фарш. Наш герой нахмурился, понимая, что защищать это место больше не было смысла. В то же время из большого пространственного разлома в небе повалила орда звездных монстров, атакуя землю. Люша Ацу ударил по врагам бескрайней энергией меча, лишая жизни сотни различных существ. Ча Аджи не уступала ему, течением сезонов она превращала в труху всех эфемеров, что попадались ей на глаза. Люинь посылал в гущу врагов звуковые волны, чем нарушал их строй и снижал общую силу атаки. Сюэлю Юнь, Сильвер Ранг, Таша и другие сражались в разных частях базы, тесня врага назад. Звездные звери не ожидали такого отпора, изначально они планировали сокрушить эту базу численностью, но студенты Академии Звездного Неба никак не позволяли им завершить начатое. Как только Люинь собирался сделать свой ход, в небе снова появилось существо с гигантским металлическим копытом. Если раньше оно нападало только своей ногой, то теперь все смогли увидеть истинный облик зверя. Это был огромный бык с парой медных глаз, который смотрел на землю и громко смеялся. Ха-ха, гений человеческой расы, сдохните. После этих слов он бросился в атаку, собираясь самолично забрать жизни оставшихся людей. Побледневшие от страха солдаты были в панике, все понимали, что заблокировать атаку монстра сферы познания сможет только мастер с такой же культивацией. Люша Ацу с остальными собирался действовать, понимая, что они здесь единственные, кто мог составить конкуренцию этому зверю. Наш герой бросился в атаку первым, его глаза пылали предвкушением. Он уже давно хотел сразиться с мастером познания, чтобы как можно лучше понять разницу в силе. Пока юноша несся к своей цели, его тело окутал боевой дух пятого ранга, что своим золотым сиянием привлек внимание гигантского быка. Боевой дух пяти меток. Звездный зверь был поражен проявленной силой противника. В следующий момент ему пришлось столкнуться со звездной ладонью Луиня. Сила удара и остаточная энергия оказались настолько огромны, что все находящиеся рядом эфемеры были моментально разорваны, как и монстры, которые проходили через пространственные разломы. Звездная ладонь являлась самым сильным навыком юноши. От него он не получал отдачи, к тому же вся потраченная на навык энергия быстро восполнялась техникой звезды. Использовать его было куда эффективнее, чем усиленную в 17 раз дрожащую ладонь. Когда же прогремел мощный взрыв девятого небесного светила, нашего героя отбросило обратно на землю. Отзы те так и не удалось реализовать свою атаку, поскольку его откинуло назад к захлопывающейся пространственной дыре. Глава 234. Толпа смотрела на юношу сферы слияния в изумлении. Никто не ожидал, что он сможет остановить нападение мастера познания, ведь на такой в столь молодом возрасте в истории человечества были способны лишь 10 судей. В этот момент даже Люша Ацу был шокирован. В прошлом он серьезно ранил мастера познания, используя третий меч, в то время как Луинь сокрушил голыми руками такого же противника, что имел крайне мощное физическое тело. Встав с земли, юноша потер анимевшую правую руку. Было больно, но теперь он имел четкое представление о пределах своего тела. Они были сравнимы со сферой познания, как минимум по прочности он уж точно не уступал. Высоко в небе Тзете потряс головой. Он был совсем необычным звездным зверем сферы познания, но какой-то сопляк сферы слияния сумел его остановить. Это вызвало в нем пламенную ярость и дикое желание убить здесь всех до единого. Наш герой сжал кулаки и собирался атаковать снова, но вдруг по пространству раздался глубокий голос. Тзете, опять ты. Бык проигнорировал появившегося противника сферы познания, ударив по базе мощным всплеском энергии. Он был готов отдать свою жизнь, но убить группу Луиня, так как она представляла большую опасность для его расы. Пока на звезде гремело побоище, рядом с ней из пространственного разлома вышел огромный пылающий зверь, а напротив него появилась фигура человека. Бронированный огненный зверь, ты хочешь спровоцировать новую войну? Спросил человек, которым был Цуио, верховный хранитель 37 звезд этой области. Из тела огненного существа вырвались вибрации, что издали звук. Ваша раса должна отступить за пределы Звездной реки, иначе война никогда не закончится. Мужчина нахмурился. Моя раса уже давно пересекла Звездную реку, с чего вы решили, что у вас хватит силенок заставить нас уйти. Если так хотите войны, то вы ее получите. Как только Цуио договорил, пламенный зверь набросился на него. Они оба были мастерами сферы ловца, поэтому их сражение не могло не затронуть находившуюся рядом красивую хвою. В это время наш герой и другие получили приказ отступить к другой базе в 5000 километрах к северу. Все выжившие без колебаний сразу же отправились туда. Откуда-то с неба доносились звуки взрывов, а затем на землю снисходили волны раскаленного воздуха, поднимающие окружающую температуру. Таша посмотрел вверх. Там сражается кто-то очень сильный, как минимум мастера сферы перемен. Луинь нахмурился. Почему все проявляют такое внимание к этой звезде? Юноше. Это показалось странным еще тогда, когда на них в первый же день его прибытия напали звездные монстры. Вокруг было столько планет, но звери без остановки ломились к ним на базу. Это не могло быть простым совпадением. На их базе находилось около 50 тысяч солдат, и сейчас вместе с Луинем к другому месту бежало около 30 тысяч. Остальные были либо убиты, либо потеряны без вести. Хотя основная атака была остановлена усилиями студентов Звездного Неба, на этом сражение не закончилось. Неподалеку еще бродили эфемеры, но они бездействовали, будто чего-то ждали. Высоко в небе Цзете сражался с человеком сферы познания, когда как вдалеке появилась группа военных кораблей, спешащих на помощь. Небо и земля превратились в одно большое поле боя, и даже за пределами звезды велись бои, а наш герой с остальными оказался внутри этого хаоса, где в любую секунду можно было столкнуться со смертью. Спустя несколько минут к северу появились десятки пространственных разломов. Юноша со своей командой среагировал достаточно быстро, атаковав эфемеров и всех монстров, что пытались прорваться сюда, но все же нескольким существам удалось вырваться на свободу. Пламенная птица, вылетевшая из разлома, уставилась на отряд Луиня. Она понимала, что если убьет их, то получит такую награду, что сможет легко совершить большой скачок в культивации и стать сильнейшей в своей Академии Пустынных Душ. Академия Пустынных Душ была ведущей в Звездном Регионе Зверей и чем-то имитировала Академию Звездного Неба, но в отличие от оригинала не разделялась на 10 ветвей. Студенты этой Академии были очень талантливыми звездными монстрами. Они смотрели на учеников Звездного Неба свысока и считали их слабаками, а все потому, что те редко появлялись на полях сражений, когда как они, можно сказать, проводили тут все свободное время. Именно из-за этого они чувствовали свое превосходство. Примите свою смерть, студенты Звездного Неба. Пламенная птица издала оглушительный вопль, несясь к группе юноши. Прежде чем наш герой успел сделать движение, Люша Ацу взмахнул клинком, используя первый из 13 мечей. Ранее этим он победил Куанвана, который по статусу был равен лорду Дворца Академии Пустынных Душ, в то время как эта птица являлась всего лишь подчиненным одного из лордов. Не только пламенная птица, но и многие другие сильные звездные звери нацелились на группу Луиня, правда их сила оказалась слишком ничтожной перед восьмеркой студентов. Бойня длилась три часа. Трупы монстров и людей тянулись от разрушенной базы на север. Кровь растекалась по земле, заполняя трещины и ямы. Потерпев поражение, выжившие звери разбежались во все стороны. Где-то рядом раздался звук плача. Наш герой был вынужден убить тяжело раненого солдата, как это ранее сделал их инструктор. Культиватор опознания, что сражался с Цзете, звали Напа. Он являлся хранителем этой звезды. Мужчина получил серьезное ранение, но заставил быка убежать. Юношу с выжившими забрал один из боевых кораблей, что доставил их на другую базу на севере. 5000 километров были не таким уж и большим расстоянием, особенно для высокотехнологичных космических суден. Луиня с другими расположили в военном городке, однако вместо отдыха их заставили написать рапорт о всем том, что они видели. Все же уничтожение целой базы вызвало волнение в верхах, все они хотели узнать причину произошедшего. Юноша записал свое предположение, что целью нападения были именно они. Доказательством этого были слова огненной птицы. Примите свою смерть, студенты Звездного Неба. Помимо этого, только на них нападали почти все самые сильные монстры. Здесь явно было что-то не так. Вздохнув, наш герой потер лоб, чувствуя напряжение. Он тут всего неделю, а уже столкнулся с двумя крупномасштабными атаками. Гильда, тот суровый инструктор, тоже погиб. Хотя они недолго общались, но Луинь уважал его. Редко когда можно было встретить ветерана, прожившего несколько лет на границе. Жаль, что он ничем не смог ему помочь. У него не было времени даже среагировать. Юноша все больше стал понимать то, что ему тогда сказал капитан, сопровождавший его на границу. В этом месте действительно мог умереть любой человек. Среди его подчиненных новобранцев также были потери. Кья и Мэгги пали в бою на той базе. В этот раз никого не было рядом, чтобы помочь им. Наш герой узнал об их смерти только по прибытию сюда. Война унесла так много жизней. В это время где-то на противоположной от границы человеческого звездного региона стороне гневался бронированный огненный зверь. Почему полегло столько студентов Академии пустынных душ, как мне все объяснить старейшинам? Неужели это все студенты звездного неба? Они настолько сильны? Попросите Гуйхаус разиться с ними. Я хочу узнать, кто сильнее, лорд дворца или эти ученики. Буквально через три дня небо красивой хвой вновь заполонили пространственные разломы. На них направилась очередная масштабная атака. Луи и не другие вышли из казармы в полном шоке. Что-то точно было не так. Их явно хотели грохнуть и не жалели на это сил. В небе прозвучал сигнал тревоги и почти сразу появился Наппа, намеревающийся уничтожить эфемеров, но против него вышел Тзете, отбросив мужчину назад. С базы выстрелил огромный луч энергии, попавший в гигантского быка, но атака, способная убить культиватора сферы познания, лишь немного оттолкнула его назад. Правда, это дало нашему герою и остальным возможность уйти подальше от военного лагеря, чтобы не попасть под горячую руку зверя и после обрушить силу на врага. Пространственные разломы увеличивались в количестве, и хотя люди пытались уничтожить эфемеров, но их было слишком много, а вырывающаяся из проходов орда монстров не давала им проходу. Глава 235. Луи и не другие попали в окружение. На этой базе изначально было несколько десятков тысяч солдат, а с учетом тех, что пришли с разрушенной базы, общее число людей достигло 80 тысяч. Однако даже имея такую численность, против сильных звездных монстров большинство солдат ничего не могли сделать. Им было необходимо оружие, но большую его часть почти сразу ликвидировали. Боевые корабли палили туда, где были крупные скопления монстров, и им уже было неважно, затронет ли это кого-то из своих. Наш герой и его группа сразили очень много зверей, особенно Люша Ацу. Меч, как оружие, предназначался для убийств, а не для сражений, поэтому в реальном бою он мог проявить всю свою силу и беспощадность. Внезапно несколько боевых кораблей в небе взорвались, их уничтожила неведомая людям атака. Высоко в небе сражались в Зате и Наппа. Помимо них, на поле битвы самой сильной являлась группа юноши, но в этот момент незаметно для всех сюда пробрался еще один странный зверь. В Академии пустынных душ сил у студентов определяли по размеру занимаемой территории. Ныне среди большинства учеников выделялись пятеро сильнейших. Так вот, Гуйхау, прокравшийся сюда монстр, был одним из них. Отряд Луиня не догадывался, что здесь появился такой зверь, сравнимый по силе с главой ветви, и только когда Чаачжи попала в непростое положение, монстр выскочил из пустоты и нанес по ней смертельный удар. Благо девушку защитил ее боевой дух. Как и ожидалось от элиты человеческой расы, тебе удалось выдержать мой удар. Холодно проговорил Гуйхау и снова исчез. Чаачжи насторожилась и спешно высвободила серый воздух, что принялся разъедать все вокруг, включая вражескую звездную энергию, тем самым раскрыв укрытие зверя. Монстр был застигнут врасплох тем, что течение сезонов девушки оказалось таким быстрым. Когда его обнаружили, Чаачжи моментально атаковала его боевым духом. Гуйхау походил на карликовую обезьяну со страшным лицом. Увидев, что к нему приближается атака девушки, ему ничего не оставалось, как ответить тем же. Ладонь столкнулась с когтями и земля под сражающимися тут же просела. Чаачжи и зверя отступили одновременно, но с разницей в том, что на ладони студентки появилась кровь, а Гуйхау был в полном порядке и вновь спрятался в тени, из-за чего девушка оказалась в невыгодном положении. Наш герой наблюдал за ними с расстояния, удивляясь силе зверя, но он не стал ничего предпринимать, заметив, что на того уже нацелился Люша Ацу. Гуйхау, прячась в тени, уже примерно изучил силу студентов. Он считал, что пока прячется в темноте и атакует из-под тяжка, то постепенно сможет убить каждого из них. Такая тактика была его самой излюбленной, именно из-за нее он стал одним из пяти сильнейших в Академии. Однако вдруг по спине обезьяны пробежал холодок. Посмотрев вверх, его глаза резко застыли от шока. Откуда над ним появилась столь мощная энергия меча? Второй меч из 13 был способен рассекать пространство и ему было все равно на скорость врага, ведь покрытие атаки было невероятно огромным. Если Люша Ацу захочет, он может использовать второй меч на всей территории поля боя. Хотя Гуйхау прятался в пустоте, больше всего он боялся подобных вездесущих атак. Монстр решил бежать, но куда ему было скрыться от безграничной энергии меча? В радиусе километра все было мгновенно стерто. Благо, что живых солдат тут уже не было. Иначе, кроме Луиня, никто бы не смог противостоять этой атаке. Этот меч привлек внимание даже за те, его огромные глаза взволнованно дрожали. Он еще раз убедился, что ему непременно нужно устранить этих гениев человеческой расы. Дым заполонил небо. Звездные звери в страхе смотрели на разрушенную землю, боясь приближаться к студентам. Наш герой в первый раз столкнулся со вторым мечом в реальности. Его сила оказалась более шокирующей, чем в ином царстве. Если бы он сражался с парнем в реальном мире, то неизвестно, чем бы закончился их бой. Внезапно раздался громкий хлопок. Все тут же посмотрели на небо, где появился огромный пространственный разлом. Напа нахмурился. Еще один зверь сферы познания. Зате гневно взревел и копытом легнул мужчину, отчего тот рухнул на землю. В то же время другим копытом он ударил по открывшемуся разлому, расширяя проход. В следующий момент в небе появился еще один зверь сферы познания, устрашая своей силой. Оба монстра моментально уставились на группу Луиня, а затем набросились на нее. Юноша с ледяным выражением лица устремился им навстречу. Люша отцу закрыл глаза и сжал рукоять своего клинка. Позади него почти сразу начала формироваться энергия, присущая четвертому мечу. Сильвер продолжал улыбаться даже в такой ситуации, но его улыбка сейчас казалась более мрачной. В момент, когда студенты сферы слияния должны были столкнуться с двумя монстрами познания, красная стрела пронзила пространство, направляясь прямо к Зате. Зверь попытался уклониться, но вдруг осознал, что не может пошевелиться. Стрела вонзилась ему прямо в стальной живот, беспрепятственно прошла насквозь и продолжила лететь вперед. Эта сцена потрясла всех, но по ничего не мог противопоставить быку, а тут какая-то красная стрела пронзила его. Наш герой взволнованно посмотрел в сторону. Это была красная стрела Милы, демонического лука красного лотоса. Эта женщина была очень сильна, она находилась в сфере познания и уже приблизилась к уровню перемен, а также занимала место в рейтинге звездного неба. В небе вдалеке появилась очаровательная фигура, идущая босиком по черному пространству. Позади нее тянулись длинные белые волосы, а ее игривая улыбка была точно такой же, как при их первой встрече. Мила была одета в легкую летнюю одежду, обнажающую ее кристально чистую кожу, и в руках держала красный лук, покрытый бутонами лотоса. Увидев женщину, Напа вздохнул с облегчением и со спокойной душой разлегся на земле, ожидая спасения. В зате, испытывая сильную боль, в ужасе проревел. Демоница из рейтинга звездного неба? Какого черта ты сюда приперлась? Другой зверь сферы познания почти сразу бросился бежать. Он оказался быстрее и мудрее, чем здоровенный бык. Вот только Мила, увидев это, пустила в его сторону еще одну стрелу. Выстрел был молниеносным, но он был нацелен не на зверя, а на пространство вокруг него, лишая того возможности убежать. Демонический лук красного лотоса? Мы признаем, что проиграли, но если ты попытаешься нас остановить, то сделаешь себе лишь хуже. Взревел Тзете, все еще истекая кровью. Другой монстр грозно уставился на женщину. Мила рассмеялась. А мне это нравится, давайте начнем. Три мастера познания столкнулись в небе, привлекая к себе внимание людей на земле. Валяющийся где-то в одной из ям Гуихау тяжело дышал. Его тело было покрыто множеством открытых ран, но он сумел выдержать мощь второго меча. Подняв голову, зверь понимал, что ему нужно бежать. Однако уйти с пустыми руками он не мог, иначе его засмеют в академии. Подумав, Гуихау осмотрел всех студентов и ему на глаза попался луинь. С виду юноша показался ему самым слабым, так как от него исходила слабая аура. Наш герой наблюдал за сражением трех мастеров в небе, как вдруг по его спине пробежал холодок. Звездный зверь вылетел из тени и ударил его лапой. Луинь развернулся и контратаковал похожим ударом, используя боевой дух четвертого ранга. Гуихау удивился, но не придал этому значения. Однако когда они столкнулись в лобовую, он изменил свое мнение. Физическое тело обезьяны по силе было сравнимо с боевым духом четвертого ранга, но у юноши он был каким-то странным. Всего одной ладонью парень повалил его и придавил к земле. В то же время он получил девять последовательных тяжелых ударов и из его рта потекла кровь, а в глазах застыл шок. Что происходит? Почему этот человек оказался таким сильным? Нашему герою показалось забавным решение монстра напасть на одного из них, когда он чуть было не погиб от атаки Люша Ацу. В этот момент сам Гуихау понял, что напал на самого сильного студента из всех, которые здесь находились. Это один из тех монстров, что вошли в четверку финалистов. Стоять, фыркнул Луинь, намереваясь схватить зверя и вытрясти из него информацию. Гуихау посмотрел на него и внезапно обнажил кулаки. Человек, тебе не повезло. Сказав это, он вынул что-то из своего кольца и яростно ударил этим по юноше. Наш герой в ту же секунду ощутил сильную головную боль, когда перед его глазами промелькнул кусок кожи со странными символами. Именно из-за них он почувствовал себя так, словно оказался под ударами тяжелого молота. В то же время где-то за границей человеческого звездного региона посреди космоса вспыхнула пара огромных глаз. Откуда здесь эта аура? Луинь, застегнутый врасплох, не мог ничего сделать. Гуихау в это время достал из кольца эфемера, открыл с его помощью разлом и исчез, прихватив с собой нашего героя. Хотя Люша отцу с остальными заметил происходящее, они посчитали, что юноша разберется с глупым звездным зверем. Кто же знал, что каким-то образом карликовая обезьяна заберет его? Все произошло слишком быстро, поэтому когда все среагировали, то Луиня уже нигде не было видно. Глава 236 Наш герой какое-то время был без сознания, но быстро пришел в себя и внезапно ударил по монстру. Изначально Гуихау хотел дотащить юношу до звездного региона зверей, но тот неожиданно проснулся. В итоге оба вылетели из пространственного прохода и рухнули на землю в разных друг от друга сторонах. В тот же момент проход, по которому они шли, развалился на части. Потрясенный зверь воскликнул. Как ты так быстро очухался? Даже мастер познания не смог бы прийти в себя за такое короткое время. Луинь тут же убил эфемера, что был неподалеку от них. Подобное существо использовать люди не могли, так что лучше уничтожить его, чтобы обезьяноподобный монстр не сбежал. Гуихау это разозлило. Человек, да я тебе грохну за такое. Зверь снова вынул кусок кожи и направил его на юношу, но наш герой вспомнил, что у него был похожий лоскут, кроме того, намного больше размером. Гуихау не ожидал, что у парня будет что-то подобное, ему пришлось поспешно прикрыть глаза. Воспользовавшись этим, Луинь повалил его на землю. Не двигайся, а то придушу. Ты откуда у тебя эта штука? Это принадлежит моему звездному региону. Прокричал зверь. Юноша нахмурился, схватил кусок кожи у монстра и убрал его в свое кольцо. Что это такое? Гуихау проигнорировал его и недоверчиво пробормотал. Как такое возможно, как человек мог получить это? Наш герой надавил коленом зверю на грудь, от чего тот застонал. Отвечай, что это за куски кожи? Монстр проревел, глядя на парня. Человек, ты никогда от меня ничего не получишь. Тогда сдохни. Сказав это, Луинь поднял над обезьяной ладонь. У Гуихау все волосы моментально встали дыбом. Ты правда собираешься меня убить? Ну давай, тогда тебе точно никто не скажет, что это такое. Во всем звездном регионе зверей о предназначении этой кожи знают единицы, и большинство из них ужасающе сильны. Голос юноши стал холоднее. Поскольку ты не хочешь говорить, то на кой черт ты мне сдался? Подожди, я могу тебе кое-что рассказать. Прокричал монстр, в страхе глядя на зависшую над ним ладонь. Наш герой усмехнулся. Откуда мне знать, скажешь ли ты правду? Я могу поклясться. Поспешно сказал Гуихау. Ты что, дурак? Не мельчушь, мне от твоей информации теперь не холодно, не жарко. К тому же ты сказал, что эти куски кожи из вашего региона, значит они вдвойне бесполезны для меня. Луинь снова поднял ладонь над зверем. Испуганный Гуихау воскликнул. Человек, да успокойся, выслушай. Они принадлежат предку Ушану. Разве ты не хочешь узнать об этом? Юноша задался вопросом. Предок Ушан? Кто это? Он мой предок. Один из ужасающих культиваторов звездного региона зверей. Ходят слухи, что если собрать все лоскуты кожи, то можно будет встретиться с верховным предком и получить его наследие. Наш герой нахмурился. Раз он ваш предок, то почему даже вам, чтобы встретиться с ним, нужно собрать эту кожу животных. Вы не знаете, где он? Нет, не знаем, и увидеть его хотят многие. В моем клане слишком много людей, я же всего лишь член боковой ветви, и только по случайности получил тот маленький кусочек, ответил зверь. Ну и насколько силен ваш предок? Очень сильный. Он по своему желанию может разрушить галактику. Ходят слухи, что его тело бессмертно, и если получить у него наследие, то твоя боевая мощь моментально взлетит, превысив уровень кандидатов небосвода и десяти судей. Луин рассмеялся. Звучит, конечно, хорошо, но я в это не верю, а тебе пора на покой. Человек с горечью проревел Гуйхау, у которого не было сил убежать от юноши. Посмотрев на труп обезьяны, наш герой задумался. Большая часть сказанного им, очевидно, ложь, но про существование верховного предка он явно не соврал. Однако поскольку выпытать из зверя полезную информацию невозможно, то проще убить его и забыть о наследии. Даже если оно существует, получить его он не сможет, так как для этого нужно будет войти в звездный регион зверей. Луин поднял голову и огляделся. Затем он посмотрел на свои часы, но связи не было. Должно быть, из-за того, что окружающая атмосфера была сильно искажена войной за пределами красивой хвои, терминал не мог получить никакого сигнала, даже о местоположении. Подумав, юноша пошел вперед, желая как можно быстрее определить, где он находится. Пока он шел, внезапно почувствовал, что что-то не так. Нахмурившись, наш герой вынул третий глаз императора великанов, распространил вокруг звездную энергию и вдруг увидел призрак обезьяны, извивающейся на земле. Черт, почему ты еще жив? Гуихау прокричал. Человек, пощади меня, я обещаю рассказать о предке Ушане, и даже могу показать, где его могила, только не убивай. Ты слишком хитер, тебе придется умереть, сказал Луинь, собираясь закончить начатое. Призрак внезапно исказился и вошел в ладонь юноши. Сразу после этого наш герой почувствовал сильное сжение. Поспешно расстегнув боевой костюм, он увидел на своей руке странную татуировку обезьяны. Человек, теперь я твой призывный зверь, я не причиню тебе вреда. Голос Гуихау раздался в голове Луиня, чем удивил его. Призывный зверь? Гаденыш, что ты имеешь в виду? Однажды я убил культиватора из края укротителей зверей и получил от него технику подчинения. С ее помощью я заклеймил нас, отныне моя жизнь принадлежит тебе, так что можешь не переживать, я расскажу много полезного, ответил зверь, но по его тону было ясно, что он совсем не был этому рад. Юноша удивленно посмотрел на татуировку на своей руке. Это вообще нормально? Ему, конечно, были интересны боевые навыки края укротителей зверей, особенно когда он увидел мощь Куанвана, но он не ожидал получить своего призывного зверя таким образом. Это же техника моей расы, как ты ей воспользовался? Кто не рискует, тот не пьет вина, понял? Другого способа выжить у меня не было, повезло, что задумка сработала. Теперь моя жизнь в твоих руках, если захочешь, то сможешь убить меня в любое время, ответил Гуихау и замолчал. Наш герой тяжело вздохнул, оказавшись в растерянности. Он не знал, убивать ему этого паршивца или нет. Подумав, Луин решил оставить зверя, правда его смущала татуировка, которая выглядела как милая и радостная обезьянка, что никак не подходило его воинственной внешности. Ему бы дракона какого-нибудь или еще что помощнее, а не эту вот обезьянку-болтуна. Хорошо, что у призывателей может быть несколько питомцев. В будущем ему стоит как-нибудь отправиться в край укоротителей зверей и научиться приручать их. Разобравшись с Гуихау, пришло время найти путь обратно к своим. Сейчас юноша находился возле заброшенного племени, и если он еще на красивой хвое, то, похоже, цивилизация тут находилась в первобытном этапе. Пройдя чуть дальше, наш герой увидел следы боя. Видимо, они остались после войны. Скорее всего, он все еще находится на той же звезде или на ближайшей к ней, так как обезьяна не мог за такое короткое время унести его очень далеко. В этот момент прямо за пределами 37 защитных звезд появился метеорит. Первая аура исходит оттуда, а вторая, с той стороны, проговорила пара больших глаз и, наконец, направилась к красивой хвое. Вторая аура намного сильнее первой, похоже, их там несколько. Решившись, метеор направился к красной звезде, но внезапно в стороне раздался протяжный вздох. Брат Я, пожалуйста, подумай дважды. Метеор резко остановился и на нем появился огромный пустотный громолиск, после чего его тело насильно уменьшилось и превратилось в человекоподобного мужчину двух метров ростом, который удивленно посмотрел вперед. Вань Сань, я не ожидал, что ты здесь появишься. Пространство перед ним задрожало и затем из разлома вышел молодой человек в белой одежде с веером в руках. Брат Я, давно не виделись. Действительно, давно это было. Зачем же теперь тут появился один из десяти судей? Не похоже, что здесь идет большая битва, высказался мужчина. Ну раз тут нет ничего такого, то зачем брат Ягу, кандидат небосвода, направился к защитной сети моего региона? Мне просто стало любопытно. Я слышал, что сюда прислали студентов, один из которых унаследовал 13 мечей, а другой владеет боевым духом пятого ранга, имея лишь сферу слияния. Как я могу упустить возможность встретиться с такими молодыми талантами? Равнодушно спросил зверь. Парень покачал головой и заложил руки за спину. Не стоит пугать младших. Глаза Ягу стали сиять ярче. Я слышал, что десять судей никогда не сражались друг с другом. Мне интересно, кто сильнее, ты или тот Феникс? Вэнь Сань улыбнулся. Конечно он. Я всего лишь обычный ученый, что не любит драться. Мужчина уставился на парня с веером и о чем-то задумался. Судья тоже молча смотрел на него, из-за чего атмосфера вокруг стала скованной. Вдалеке Шуй Чуанься взглянул на них, а блондинка позади него обрадовалась. К счастью, десять судей подоспели сюда вовремя, иначе никто не смог бы остановить Ягу. Почему этот глупый зверь направлялся к левым 37 защитным звездам? Студенты Академии Звездного Неба таких рисков явно не стоят, озадаченно пробормотал генерал. Может, все же из-за Люша Ацу? Я слышала, что Ягу однажды сильно пострадал от 13 мечей. Шуй Чуанься покачал головой. Нет, тогда они договорились сразиться, ведь в обычное время кандидаты небосвода и десять судей не сражаются друг с другом. Кстати, что там у нас на красивой хвое? Спросил мужчина. И не ответила. Ситуация стабилизировалась. Мила в одиночку убила двух зверей сферы познания, но Луи не исчез. Как исчез? Куда исчез? Не знаю. Кажется, его унес какой-то странный зверь. Глава 237. Невозможно, звездные звери сферы познания не смогли бы его так легко схватить. Он даже с зате лоб в лоб сражался. Именно поэтому я хотел сделать его боевым барабанщиком. Где его персональный терминал? Ты можешь отследить его местоположение? На красивой хвои в последние дни постоянно идут сражения. Звездная энергия там пребывает в хаосе, поэтому у нас пока нет связи. Главнокомандующий обессиленно уставился на экран перед собой. Через некоторое время Ягу ушел, не справившись с выньсанем. Инея вздохнула с облегчением. Хотя звери-судья были младшими, но их сила ужасала даже старших. Если бы они начали серьезный бой, это бы повлияло на всю защитную сеть. Отправь людей, нужно найти Луиня, и не ослабляйте бдительность по отношению к тем, кто находится под контролем. Я должен выяснить местонахождение того странного зверя, серьезно сказал Шуй Чуанься. Да, генерал. Наш герой угадал, он действительно все еще был на красивой хвое, правда очень далеко от второй базы. Гуйхау планировал переместиться в звездный регион зверей, но удар юноши дестабилизировал перемещение, в результате чего их выкинуло на звезде. Луинь шел по пустынной земле, а вокруг кружил желтый песок. Время от времени мимо него пролетали странные звери, но он не знал, обитали ли они изначально на этой звезде или же попали сюда с помощью эфемеров. Проверив персональный терминал, юноша с огорчением понял, что сигнал еще не восстановился. Неизвестно, сколько он шел вперед.